по постоянно движущимся целям. Все это он делал, чтобы показать пример всем остальным культиваторам. Ведь даже если ученик Муя сменил оружие, то это значим, что им также стоит поступить подобным образом. Однако, честно говоря, Мую и в самом деле понравилось использовать огнестрельное оружие. В первую очередь из-за его невероятно огромной простоты. Для нанесения мощного удара достаточно лишь нацелиться и нажать курок. Более того, его применение не требовало использовать огромное количество духовной ци. Да, на вид винтовки, созданные Чжао, выглядели невероятно невзрачно. Однако они обладали действительно невероятной мощью. Так каждая пуля наносила урон равносильный удару истинного мастера. Безусловно, что создаваемый Мую дождь из цветочных лепестков выглядел невероятно эффектно. Однако он не обладал столь же огромной мощью, что и огнестрельное оружие. С другой стороны, Мую прекрасно понимал, что и для эффективного использования нового оружия необходимо обладать определенным талантом. Все дело в том, что эксперты, достигшие стадии разделения духа, могли двигаться с невероятно огромной скоростью, и поэтому попасть в них довольно непростая задача. Тем не менее, Мую сделал 10 выстрелов подряд, и все они достигли намеченной цели. Безусловно, подобный результат можно считать очень хорошим. Так что даже в подобной ситуации ученик Муя сумел показать свое превосходство над обычными экспертами мира сокровищ. Именно в этот момент Мую заметил улыбающегося Джао. Тот же в свою очередь сказал, большой брат, ну как вам? Понравилось стрелять? Хотя о чем я спрашиваю, если каждый ваш выстрел попал в цель? Мую, услышав это, повернулся и посмотрел на главу клана Будда. Джао стоял недалеко от него. Так что Мую засмеялся, а потом, опустив свою винтовку, ответил. Очень хорошо, стрелять из этого оружия весьма просто, так что мне даже немного понравилось. После этих слов Джао слегка улыбнулся и взмахнул рукой. Как только он это сделал, над ней зависло два довольно крупных пистолета. Джао вручил их Мую, а потом улыбнулся и сказал. Большой брат, вот, попробуйте это. Данное оружие я создал лишь недавно, но оно определено обладает некоторыми преимуществами. Услышав подобное, Мую замер, а затем взял пистолеты и посмотрел на них. Однако уже через мгновение большой брат понял, какого именно эффекта хотел добиться Джао. Так что он взял оружие и выстрелили сразу из двух рук. Тем не менее, на этот раз далеко не все пули достигли цели, так как Мую не учел силу отдачи. Правда уже через несколько минут он полностью приспособился к ней. Однако существовало и несколько неприятных моментов. В отличие от винтовок с большими магазинами, в пистолетах, или, если говорить точнее, револьверах использовался барабанный магазин на шесть пуль, но последние отличали куда большим размером. Иными словами, их баланс был смещен в сторону мощи, а не скорострельности. Впрочем, Мую это оружие понравилось куда больше, чем обычное. Когда у Мую закончились пули, он не мог не взглянуть на два револьвера. Джао же посмотрел на него, а потом слегка улыбнулся и вытащил широкий пояс с двумя кабурами. Ткачи не любили помещать оружие в пространственное хранилище, предпочитая носить его на себе. Это имело определенный смысл, ведь так они приобретали ощущение своего вооружения. Этот кожаный ремень специально сделан Джао и использовался для хранения револьверов, а также пуль к ним. Он не знал, как именно поступит Мую, но все же подготовил для него разгрузку. Мую посмотрел на ремень и сразу же понял полезность этой вещи. Он завязал его вокруг талии, а затем вставил два револьвера на их место. Что ни говори, а теперь большой брат выглядел куда более грозно. Глядя на Мую, глава клана Будда слегка улыбнулся. Хорошо, большой брат, эти два револьвера тебе подходят, так что пусть остаются у тебя. В будущем я сделаю еще несколько таких же, но пока ими будете пользоваться только вы. Однако будьте крайне осторожны, в каждой из них можно зарядить лишь шесть пуль. После этого глава клана Будда передал Мую большое количество съемных барабанов. После этого большой брат попробовал перезарядить свое новое оружие. Сделав это, Мую кивнул и с удовлетворением кивнул. Хорошо, это оружие и в самом деле вполне подходит мне. Однако, пожалуй, я должен некоторое время потренироваться использовать его. Джаажи слегка улыбнулся и сказал. Мне понадобится некоторое время, чтобы переделать наш флот. Старейшина Муя хочет оставить лишь восемь больших артефактов, а все остальные превратить в клинкоподобные лодки ткачей. Так что мне нужна ваша помощь с перераспределением наших экспертов по артефактам. Муя уже кивнул и сказал. Если таков ваш план, то давайте как можно быстрее осуществим его. Джаа кивнул, и они оба снова начали заниматься переселением экспертов мира сокровищ. Естественно, что подобные действия не могли не быть замечены силами колдунов. В конце концов, последние прекрасно понимали, что мир сокровищ должен будет сыграть весьма важную роль в победе над ткачами. Поэтому колдунов очень удивило, что в распоряжении их союзников внезапно осталось лишь восемь кораблей. Как только Джаа завершил разбираться с оружием, он увидел, что эксперт царства колдунов посетил Плутон и попросил о встрече с Муя. Так, хотя глава клана Будда оставил лишь восемь артефактов, он не стал трогать ни огромную черепаху, ни свой самый главный корабль. Поэтому зал для приемов все еще оставался на Плутоне. Заметив прибытие незнакомца, глава клана Будда знал, что его появление вызвано именно действиями Джаа. Вот только прибывший к ним эксперт не стал ничего спрашивать, а лишь сказал, что узник сердца хочет встретиться с Муя. Старик уделял большое внимание действиям мира сокровищ, поэтому, как только он увидел происходящее, то немедленно пригласил к себе Муя. Так что через какое-то время старейшина мира сокровищ прибыл в пещерный дом, где находился узник сердца. Оказавшись там, он обнаружил и большое количество других старших мастеров. Старик сидел на изменяющемся облаке, а Хакин стоял недалеко от него. Там же находилось еще несколько экспертов. Все они выглядели по-разному, но, безусловно, обладали весьма мощными способностями. Увидев их всех, Муя кивнул и поприветствовал всех присутствующих. Тем временем старик посмотрел на него и спросил. Муя, я вижу, вы внезапно убрали несколько огромных артефактов, ведь так? Но зачем? Муя же глубоким голосом ответил. Старейшина, мы так поступили, поскольку обнаружили некоторые проблемы. Поэтому нам пришлось убрать часть своих огромных кораблей, чтобы заменить их на клинковидные лодки ткачей. Услышав эти слова, все в зале замерли, а затем начали их бурно обсуждать. Тем не менее, старик махнул рукой и тут же успокоил их. После этого узник сердца посмотрел на Муя и спросил. Не могли бы вы объяснить, что случилось? Какие проблемы вынудили мир сокровищ отказаться от своей максимальной мощи? Услышав подобное, Муя кивнул, а потом ответил. Старейшина, так как данную проблему обнаружил Джао и он же отвечает за управление магическими инструментами, я бы хотел пригласить его. Он занимался всем этим, и поэтому его знания куда более глубокие, чем мои. Когда старик услышал эти слова, то на некоторое время задумался, а потом кивнул и сказал. Хорошо, тогда давайте позволим Джао самому ответить на этот вопрос. Как только прозвучали эти слова, Муя вынул нефритовый клинок, а затем отправил его. Так что уже через некоторое время глава клана Будда постучал в двери и сказал. Джао просит возможности встретиться со старейшинами. Как только старик услышал эти слова, то тут же сказал. Входите. Джао медленно вошел и поприветствовал всех присутствующих. После того, как он это сделал, старик посмотрел на главу клана Будда и произнес. Младший, расскажи нам, зачем ты убрал часть огромных артефактов. Что случилось? Джао в свою очередь кивнул и повторил то, что он уже рассказал Муя. В то же время глава клана Будда вынул компьютер, чтобы показать проведенный анализ. Когда же он закончил, то глубоким голосом сказал. Именно по этой причине я считаю, что нам не стоит использовать все огромные артефакты для атаки над ткачей. С каждым новым сражением наши враги становятся все более и более умелыми. Они успешно приспосабливаются к нашим методам. Однако остановить небольшие лодки намного сложнее, чем огромные корабли. Так что мне бы хотелось сделать ставку именно на них. Услышав подобное, старик нахмурился и сказал. Но как за столь короткий промежуток времени ты сможешь получить так много кораблей и ткачей? Джао же не сказал ни слова, но посмотрел на Муя. Старик же не мог этого не заметить. Тот в свою очередь внезапно слегка улыбнулся и сказал. Старейшина, будьте уверены, Джао способен сделать это, так как владеет техникой, что способна дезинтегрировать или синтезировать различные инструменты. Как только прозвучали эти слова, люди в зале снова загудели, даже старик выглядел весьма удивленным. Тем не менее, эта новость весьма обрадовала его. Оказывается, Джао тоже колдун. Хорошо, просто отлично, тогда давайте сделаем так, как он сказал. Услышав подобное, глава клана Будаймуя просто кивнули, но ничего не сказали. Хотя Джао не мог не заметить, что теперь колдуны начали смотреть на него как-то иначе. Словно на своего, на самом деле глава клана Будда попросту не знал, что люди в царстве колдунов добры ко всем мастерам магических искусств. Причина для всего этого весьма проста. Она вытекает из различий в самосовершенствовании мастеров магических искусств и обычных экспертов. Если же учесть еще и особенности колдунов, то они уже практически не имели ничего общего с обычными культиваторами. Поэтому со временем эти парни начали считать себя вершиной мастеров магии. Ну, а раз они такие великие, то попросту обязаны заботиться о всех, кто идет по пути магии. Так что совершенно неудивительно, что их отношение к Джао тут же сместилось в лучшую сторону. Глава 1608. Большой куб. Джао стоял на носу у Плутона и смотрел вдаль. Его флот претерпел существенные изменения. Теперь он состоял из восьми гигантских кораблей Плутона, а также огромной черепахи. Причем последняя везла не только силы мира сокровищ, но и войска царства колдунов. В дополнение к этому оружию в распоряжении главы клана Будда также находилось 800 кораблей ткачей. Эти клинкоподобные судна летали вокруг флота словно очень красивые рыбки. В данный момент Муя и остальные старейшины обсуждали их следующий шаг. Тем не менее, Джао, несмотря на свой исключительный статус, не присутствовал на этой встрече. Также стоит отметить, что урон, нанесенный ткачам, оказался не таким уж огромным, как считал Джао. Да, последним пришлось отступить, но они уже собирали новую армию. Более того, мастера меча так и не сумели добиться значительных успехов. Ткачи, противостоящие им, отошли на одну тысячу ли, но все еще держали оборону. Именно поэтому сейчас главное внимание уделялось Альянсу мира сокровищ и царства колдунов. Так ткачи снова собрали весьма существенные силы и стремительно создавали новую линию обороны. Причем на этот раз они использовали огромное количество металлических дисков, чтобы заблокировать продвижение огромных артефактов мира сокровищ. К тому же, ни Муя, ни все остальные не знали, что теперь строй ткачей приобрел форму куба. Да, они не могли действовать столь же четко и слаженно, как нежить, но, тем не менее, созданное ими формирование вполне подходило для ведения сражений. Также ткачи обнаружили, что подобная форма строя весьма им подходит, ведь таким образом они вполне могли выставить большое количество экспертов на достаточно большом расстоянии от противника. Этот фактор был не таким уж важным для других миров, но не для ткачей. Оружие, которым они пользовались, не могло стрелять самонаводящимися пулями, поэтому ткачи могли продемонстрировать свою максимальную боевую мощь лишь в битвах лицом к лицу. Таким образом, кубическая формация позволяла им использовать максимальную мощь их огнестрельного оружия, ведь именно она позволяла быстро менять ряды стреляющих и соответственно наносить максимально возможный урон. Фактически, военные формирования ткачей прежде должны были развиваться в этом направлении, но до определенного момента в них попросту никто не нуждался. Тем не менее, из-за огромных потерь в битвах с миром сокровищ ткачам пришлось довольно быстро совершенствовать свою тактику ведения войны. Вот только силы, что отрабатывали действия в кубической формации, находились довольно далеко за линией обороны, и поэтому разведчики ткачей ничего не смогли узнать, а вот Джао все же обнаружил место, где проводились военные учения, и поэтому узнал о них. Вот только увидев все это, глава клана Будо не мог не нахмуриться. Он хотел как можно быстрее закончить эту войну, чтобы отправиться на полуостров Паньяада, именно поэтому Джао поспешил отыскать Муя, чтобы рассказать новую информацию. К его удивлению, старейшина как раз встречался с Хоккенсом. Тем не менее, Джао немедленно поприветствовал их обоих. Муя посмотрел на Джао и с улыбкой сказал, «Младший, как идет подготовка, мы только что договорились, что основной атакующей силой станут твои артефакты, но на этот раз колдуны будут сотрудничать с нами. Скажи, с этим же не должно возникнуть каких-либо проблем?» Услышав подобное, Джао незамедлительно ответил, «Все будет в полном порядке. Однако, старейшина, думаю, что в ближайшей битве ткачи используют огромное количество старших мастеров, поэтому мне никак не удастся обойтись без вашей помощи». Услышав это, Хоккенс засмеялся и сказал, «Разумеется, что мы ее предоставим. Наши старшие мастера уж точно не станут сидеть в стороне. Так что не стоит из-за этого беспокоиться». Джао кивнул, а Муя посмотрел вдаль и сказал, «Боюсь, что ткачи уже успели создать новую линию обороны, поэтому если мы хотим атаковать, то нам следует действовать очень осторожно». После подобных слов Джао снова кивнул, а потом сказал, «Пожалуйста, будьте уверены, я уже проверил это. Ткачи действительно успели создать линию защиты и разместили на ней огромное количество массивов. Поэтому, если мы хотим атаковать так же, как прежде, то нам стоит подготовиться к очень ожесточенному противостоянию». Услышав это, Хоккенс кивнул. Он не ожидал, что Джао как-то узнает об этом, потому что ему никто не сообщил подобной информации. Тем не менее, разведчики колдунов не заметили людей мира сокровищ, когда проверяли линию обороны. Так что Хоккенс весьма удивился, услышав эти слова из уст Джао. С другой стороны, Муя прекрасно понимал, что Джао намеренно упомянул об этом, чтобы продемонстрировать силу мира сокровищ. Честно говоря, Хоккенс все еще считал своих союзников весьма слабыми и неспособными обойтись без помощи ткачей. По его мнению, без их поддержки мир сокровищ будет совершенно глухим и слепым. Именно поэтому он и считал, что Джао ничего не знает. Поэтому Муя не стал опровергать слова Джао, а лишь спросил, «Как думаешь, нам удастся продавить их линию обороны нашими артефактами?» Джао Хай покачал головой и сказал, «К сожалению, мы не сможем использовать таранный удар, он попросту потеряет весь свой импульс, и наш флот увязнет в магическом массиве. Поэтому я планирую использовать артиллерию, чтобы уничтожить как можно больше металлических дисков. Однако в этот момент мы можем столкнуться с кубической формацией ткачей. Так что нам придется использовать огромные артефакты в качестве бункеров и медленно продвигаться вперед». Услышав это, Муя кивнул головой и сказал, «Да, после подобного обе стороны понесут существенные потери. Однако, таким образом мы все же сумеем справиться с силами ткачей». Джао же слегка улыбнулся, «На самом деле кубическая формация ткачей не является такой уж огромной проблемой, они лишь недавно начали использовать ее, и поэтому еще не достигли действительно слаженного взаимодействия. Поэтому в случае необходимости я могу создать свою кубическую формацию, чтобы поддержать наши войска». Как только Джао произнес это, то вызвал огромный интерес у Муя. Он впервые слышал, чтобы глава клана Будда пользовался чем-то подобным, поэтому вполне естественно, что старейшина Мира Сокровищ спросил, «Что? Значит ты уже использовал эту формацию раньше. Но почему я никогда не слышал об этом?» На что Джао ответил, «В этом нет ничего удивительного, ведь я пользовался кубическим построением еще до моего вознесения. Оно показало себя весьма эффективным методом ведения боя, если использовать в качестве солдат нежить». После этих слов Хакинсу также стало любопытно, «А сколько у тебя немертвых?» «Сможем ли мы создать из них несколько мощных кубов?» Джао уверенно улыбнулся, «Боюсь немертвых мы сможем использовать лишь в самой экстренной ситуации, да и лишь для того, чтобы выиграть немного времени. К сожалению, мои бессмертные слишком слабые, чтобы представлять весьма существенную угрозу для ткачей, но я уже работаю над их усилением и надеюсь, что со временем мне удастся улучшить их боевую мощь». Тем не менее, Муя посмотрел на Джао и спросил, «Младший, а ты можешь показать их нам?» «Мы бы хотели узнать как можно больше о мощи кубической формации?» Джао же с улыбкой ответил, «Хорошо, тогда, пожалуйста, подойдите к корме». Поскольку Муя и остальные сейчас находились на других суднах, здесь присутствовали только Джао и двое старейшин. После того, как трое мужчин встали у кормы, глава клана Будда махнул рукой и выпустил 100 000 немертвых существ. Затем эта орда сформировала кубический массив, после чего форма последнего тут же начала быстро меняться, а Джао при этом объяснял, зачем используется то или иное построение. Разумеется, что подобное представление привлекло внимание и других экспертов, так что со временем за огромным кубом начали наблюдать множество любопытных глаз. После того, как Джао продемонстрировал всем некоторые изменения в кубической формации, Муя и Хакинс задумались. Они оба являлись лидерами своих миров и естественно, могли видеть преимущество данного построения. Оно прошло жесткую проверку полем боя, и каждая из форм являлась невероятно эффективной в той или иной ситуации. Размышляя об этом, Муя и Хакинс испытали самый настоящий шок. Так что старейшина мира сокровищ глубоким голосом спросил, «Джао, ты хочешь сказать, что ткачи готовятся использовать эту формацию, чтобы сразиться с нами?» Тем не менее, глава клана Будда покачал головой и ответил, «Нет, старейшинам не нужно так беспокоиться. Ткачи лишь начали создавать свою кубическую формацию, и поэтому не смогут использовать ее истинное могущество. Так что можете не волноваться». Услышав эти слова, Муя и Хакинс одновременно выдохнули. «Честно говоря, если бы ткачи в самом деле сумели отточить использование данной формации, то силам Альянса пришлось бы понести весьма огромные потери». Джао же тем временем посмотрел на них и произнес, «Однако, если мы не сможем уничтожить ткачей как можно скорее, то нам придется отступить, а наши враги получат возможность самосовершенствоваться и когда-нибудь сумеют добиться таких же результатов». После этого Муя и Хакинс кивнули. Они очень хорошо понимали, что слова Джао совершенно верны. Любая техника в момент своего создания являлась лишь грубым наброском, однако после бесчисленных сражений и приложенных усилий они наконец демонстрировали свою истинную мощь, поэтому вполне естественно, что ткачи в самом деле смогут отточить использование кубической формации. Глядя на этих двоих, Джао не мог сдержать улыбки, ведь он вполне успешно добился того, чего хотел. Глава 1609. Атака блокирована. Причина, из-за которой Джао хотел, чтобы царство колдунов увидело возможности кубической формации, заключалось в его желании как можно быстрее уничтожить ткачи и обезопасить мир сокровищ. Во-первых, таким образом, глава клана Будда демонстрировал двум мирам, насколько опасными могут стать ткачи. Поэтому им следует объединить силы, чтобы как можно быстрее избавиться от них. Во-вторых, демонстрируя способности своей нежити, Джао давал понять, что мир сокровищ уже полностью отработал данную технику, и поэтому колдунам не стоит вести себя уж слишком агрессивно по отношению к его союзникам. Если же говорить о конечной цели, то ею является покорение поля битвы в Аньдзе, налаживание контактов с морем облаков и изучение башни небес. Разумеется, что все это будет невозможно, если миру сокровищ не удастся одолеть ткачей. Так, если они всего лишь ослабят своих врагов, то потом им придется жить с мыслью о существовании крайне могущественного врага, что способен нанести удар в любой момент. Конечно же все это не слишком сочеталось с планами Джао. Разумеется, все это прекрасно понимал и Муя. Однако он ничего не стал говорить. В конце концов, все это делалось лишь ради безопасности мира сокровищ, когда все трое вернулись на корабль, Муя и Хакенс очень много думали. Честно говоря, представление Джао довольно сильно напугало их, а вот Джао это совершенно не волновало. Теперь он полностью сосредоточил свое внимание на ткачах, последние уже заметили приближение сил Альянса и готовились к встрече с ними. Безусловно, глава клана Будда прекрасно видел группы разведчиков ткачей, однако он не стал их уничтожать. Поскольку все это было совершенно бесполезно, даже если бы ему удалось уничтожить разведчиков, то ткачи в любом случае догадались бы, что силы противника находятся не так уж далеко от них и начали бы готовиться к грядущему противостоянию. Именно поэтому Джао и не стал что-либо предпринимать. После нескольких часов полета флот, наконец, достиг внешней линии защиты ткачей. На этот раз их соперники сосредоточили свои силы на горном массиве. Для этого ткачи притащили огромное количество пушек, причем совершенно новых. Похоже, что им удалось значительно улучшить свою артиллерию. Так что теперь ткачи использовали нечто схожее на гаубицы. Более того, вся линия обороны оказалась заполнена различными массивами. Последние располагались в несколько линий. Таким образом, огромным магическим артефактам придется приложить массу усилий, прорываясь сквозь них. Джао, Хакинс и Муя стояли на носу Плутона и смотрели на магические массивы. Через некоторое время старейшина мира сокровищ повернул голову, а потом спросил младший, как будем действовать. Джао в свою очередь кивнул, а потом взмахнул рукой. После этого огромные магические артефакты развернулись и открыли огонь из своих пушек. Стоит упомянуть, что магические массивы создавались в огромной спешке, а их главной задачей являлось замедление магических инструментов. Поэтому созданные формации не обладали достаточно огромной прочностью. Тем не менее, как только корабли Джао начали стрелять, артиллерия ткачей также открыла огонь. На этот раз враги мира сокровищ пользовались куда большим калибром, и поэтому их пушки значительно увеличили свою мощь. Разумеется, что дальнобойность также весьма существенно возросла. Когда же снаряды попали в щит Плутона, тот на какое-то время задрожал. Видя эту ситуацию, Джао не мог не удивиться. Похоже, что ткачам удалось в значительной степени улучшить используемый ими порох. Конечно же за это время пространственная ферма также также сумела значительно улучшить качество пороха. Впрочем, глава клана Будда не спешил его использовать, чтобы не вызвать ненужных подозрений у Муя и всех остальных. Теперь же, когда ткачи начали использовать еще более мощный порох, это как можно лучше показывало, насколько серьезно эти парни относились к противостоянию сразу с тремя мирами. Хакин стоял на палубе Плутона и, естественно, он также почувствовал вибрацию щита. Разумеется, что колдун нахмурился, а потом взглянул на главу клана Будда и спросил, «Младший, похоже, мощь ткачей еще более огромна, чем раньше. Так что скажи, смогут ли твои устройства выдержать подобные атаки?» На что Джао совершенно спокойным голосом ответил, «Старейшина, можете быть уверены, все будет в полном порядке. Даже если щит окажется пробит, удары будут остановлены корпусами магических артефактов». Хакин скивнул, но его лицо все еще оставалось довольно обеспокоенным. Он никогда не сражался вместе с Джао, и поэтому совершенно не понимал, на что способны его магические артефакты. С другой стороны, Муя совершенно не волновался. Он не мог сдержать улыбку при виде выражения Хакинса. Тем не менее, Старейшина ничего не сказал, так как колдун все равно не поверил бы ему. Джао же совершенно не беспокоился об артиллерийских атаках, поэтому пушки магических артефактов все также продолжали атаковать массивы ткачей. Таким образом, в формации появилась весьма существенная брешь. Как только это произошло, глава клана Будда почувствовал некоторое облегчение. Теперь, после того, как часть массива оказалась уничтожена, Джао мог перевести огонь на артиллерию ткачей. Однако за это время часть щитов магических инструментов оказались уничтожены. Поэтому корабли подняли огромные защитные пластины, и теперь вся защита держалась исключительно на них. Хакинс также внимательно следил за происходящим. Естественно, что колдун не мог не почувствовать облегчение, когда увидел, что Джао все же оказался совершенно прав. Вот только, когда флот вошел в брешь и достиг примерно середины массива, он внезапно почувствовал очень мощную волну энергии, а затем произошел мощный взрыв. Как оказалось, все металлические диски попросту самоуничтожились. Джао совершенно не ожидал, что ткачи пойдут на подобное. Но, к счастью, он уже заранее поднял защитные перегородки, и поэтому обошлось без серьезных потерь. Тем не менее, ударная энергетическая волна все же сумела убить определенное количество экспертов. Однако, так как магический массив исчез, огромные артефакты сумели значительно увеличить свою скорость. Впрочем, как только это произошло, глава клана Будда заметил значительные изменения в рядах ткачей. Со стороны линии обороны к ним направилось несколько огромных монстров, на спинах которых располагались не только люди с минометами, но и несколько весьма крупных пушек. Как только они приблизились на необходимое расстояние, то немедленно открыли огонь. Вот только минометы оказались намного слабее, чем гаубицы, и поэтому не могли нанести какого-либо урона огромным артефактам. В это время артиллерия кораблей также начала давать отпор этим людям, так что повсюду можно было услышать звуки громких взрывов. В это время ткачи также подняли ружья и приготовились вступить в бой. Как только Джао это увидел, то махнул рукой, и скорость флота замедлилась, но клинковидные корабли, наоборот, начали двигаться еще быстрее. Как только эти лодки устремились вперед, ткачи тут же отреагировали на происходящее. Так на перехват кораблям выдвинулось несколько старших мастеров. Более того, все гаубицы взяли на прицел именно эти судна. Разумеется, что ни Муя, ни Хакинс не могли предвидеть, что старшие мастера-ткачи так рано присоединятся к сражению. Однако им не оставалось ничего иного, кроме как выставить своих старейшин. Таким вот образом две команды старших мастеров встретились и немедленно начали сражаться. Естественно, что при этом то и дело возникали мощные энергетические волны. Они обладали настолько мощной силой, что сбивали с траектории выпущенные снаряды. Так что Хакинс, глядя на все это, не мог не нахмуриться. Он повернулся и взглянул на Муя, старейшиному. Вы знали, что ткачи могут сделать ставку на затяжную войну? Тот в свою очередь кивнул и ответил. Не думаю, что их цель именно сражение на выносливость. Просто использовав старших мастеров, эти парни сумели надежно заблокировать продвижение нашего флота. Джа в свою очередь посмотрел на двух старейшин и глубоким голосом сказал. Похоже, что мы и в самом деле не сможем продвинуться дальше. Так что давайте отступим, а затем снизимся и расправимся с их оборонительными рубежами. Хакинс в свою очередь фыркнул и глубоким голосом ответил. Кажется, у нас действительно нет иного выхода. Что ни говори, от ткачи весьма умело использовали своих старших мастеров. Этот план и в самом деле очень хитер. Услышав это, Джа немедленно махнул рукой, и все его оружие начало медленно отступать. Но отойдя на определенное расстояние, снизилось, а затем быстро полетело к линии обороны. Разумеется, что ткачи также сразу поняли, что именно задумал Джа, и поэтому их гаубицы тут же изменили углы, а затем начали бомбардировать флот мира сокровищ. Однако их атака так и не принесла результатов. Флот Джа обладал слишком хорошей защитой, и поэтому ткачи не могли навредить ему. С другой стороны, пушки огромных кораблей, также ничего не могли сделать. Да, магический массив исчез, но линия обороны обладала весьма огромной защитой, и поэтому атаки флота не могли нанести достаточно огромного урона. Когда Джа увидел эту ситуацию, то Горько улыбнулся. Похоже, что ткачи значительно поумнели, старейшина, да это же наши старые друзья. Муя же посмотрел на линию обороны и кивнул. Кажется, наши старые друзья и в самом деле здесь. Только Джу Джи Фэн сражалась против нас, и лишь она знает, насколько опасна наша артиллерия. Скорее всего именно она и занималась созданием этой линии обороны. Джа же слегка улыбнулся. Поле битвы – самая лучшая тренировочная площадка. Если кто-то хочет научиться сражаться, то это самый лучший выбор. Так что ткачи уже не совершат те же ошибки, что и раньше. Джи Фэн и в самом деле не так уж проста, ведь именно она устанавливала те шесть линий обороны, что должны были помешать нам встретиться с колдунами. Муя, услышав это, кивнул, а потом глубоким голосом сказал «Хорошо, но что же нам делать?». Хакинс, наблюдая за диалогом между Джа и Муя, обнаружил, что это явно не разговор между старейшиной и его подчиненными. Последнее прекрасно демонстрировало, что статус главы клана Будда в мире сокровищ весьма высок. Разумеется, что, когда старейшины царства колдунов узнали, что Джа также является мастером магических искусств и даже обладает весьма мощной техникой, что может принести огромную пользу любому пространству, они захотели переманить главу клана Будда на свою сторону. Однако пока не стали этого делать, так как решили для начала как можно больше разузнать о нем. Тем не менее, глядя на то, как Джа совершенно на равных разговаривает со старейшиной мира сокровищ, а тот в свою очередь не злится, Хакинс начал понимать, что переманить главу клана Будда на их сторону будет весьма сложно. Так как его статус в мире сокровищ весьма высок, тем временем Джа посмотрел на линию обороны и нахмурился. Если эту защиту действительно создавала Джуджи Фэн, то она разработала меры и против наших клинковидных кораблей. Иными словами, кажется, что прорваться через эту преграду будет значительно сложнее, чем мы думали. Впрочем, Муя возразил, однако нам стоит проверить, пусть лодки атакуют. Если же это не сработает, то мы просто вернемся к медленному способу. Услышав это, Джа кивнул, а затем махнул рукой, и все корабли-ткачи устремились к линии обороны. Глава 1610. Сквозь гору. В одной из кают Плутона собралось несколько человек, так здесь присутствовали Муя и Хакин с другими старейшинами, а также Джа с Мую. Более того, кроме них в помещении находились несколько экспертов, что достигли стадии разделения духа. Именно эти парни командовали обычными солдатами. Атмосфера в каюте казалась довольно тяжелой, так никто ничего не говорил. Сегодня они не проиграли битву, но им все же пришлось отступить. Старшие мастера умело блокировали продвижение огромных артефактов, а мелкие лодки не могли пробить щиты старейшин. Более того, на них очень сильно давили гаубицы. Можно сказать, что сегодня была лишь первая пробная атака, но она уже вызвала очень много головной боли как у экспертов мира сокровищ, так и у колдунов. Да, защита ткачей не являлась чем-то уникальным, но она весьма четко продемонстрировала свою эффективность. Но если завтра все повторится точно так же, как сегодня, то как им взломать эту линию обороны? Безусловно, перед силами Альянса возникла весьма серьезная проблема. Тем не менее, через какое-то время Хакинс все же сказал. Думаю, все вы прекрасно видите, в какой ситуации мы оказались. Итак, у кого есть какие-либо предложения. Вот только никто так ничего и не сказал. Тогда Муя посмотрел на всех и глубоким голосом произнес. Я считаю, что мы все же сумеем реализовать план, предложенный Джао. Сейчас из-за мощного огня со стороны ткачей у нас нет возможности использовать экспертов, но все эти атаки не вредят огромным артефактам. Поэтому давайте для начала используем магические инструменты, чтобы уничтожить линию обороны, а затем уже займемся самими ткачами. Услышав это, все кивнули, но один из старейшин колдунов нахмурился и произнес. Боюсь, что осуществить подобное очень нелегко. На этот раз линия обороны, построенная ткачами, уж слишком хороша. Более того, ее защищает огромное количество старших мастеров. Поэтому уничтожить линию обороны будет очень и очень сложно. После этих слов все снова кивнули, а Муя повернул голову, чтобы посмотреть на главу клана Будда. Младший, ты вроде говорил, что нашел способ успешно разрушить линию обороны. Итак, каков твой план? Как только прозвучали эти слова, все присутствующие посмотрели на главу клана Будда. Только если эксперты мира сокровищ с легким ожиданием, то колдуны с неким подозрением. Джаа же встал и глубоким голосом сказал. Старейшина совершенно прав. На этот раз ткачи и в самом деле создали превосходную линию обороны. Впрочем, из-за нехватки времени они скорее всего укрепили магическим символами лишь внешнюю стену. Поэтому если завтра я использую все свои огромные магические артефакты, чтобы нанести таранный удар прямо в гору, то мы вполне сумеем обрушить ее. Услышав подобное, все присутствующие оказались крайне ошарашенными. Никто из них не ожидал, что глава клана Будда предложит настолько безумный план. Тем временем Муя нахмурился и сказал, «Линия обороны ткачей находится в горах. Поэтому она создана на очень прочном фундаменте. Как же тогда ты собрался сокрушить ее?» Джаа же слегка улыбнулся и ответил, «Да, линия защиты ткачей в горах. Но нам не нужно уничтожать весь горный хребет. Вместо этого мы должны нанести удар лишь в ту часть, что была выдолблена ткачами. Если нам действительно удастся это сделать, то их защита рухнет». Однако Хакин сморгнул и озадаченно посмотрел на Джаа. «Этот план действительно хорош, но сработает ли он? Более того, что произойдет, если после всего этого твои артефакты окажутся сломаны?» Джаа в свою очередь ответил, «Если мы не сможем уничтожить ткачей как можно скорее, то от огромных магических артефактов и вовсе не будет какой-либо пользы. Поэтому лучше использовать их сейчас, чтобы уничтожить линии обороны, чем упустить подобную возможность. Так что совершенно не важно, насколько мощный урон получат мои магические инструменты. Сейчас нет ничего важнее, чем нашей победой времени». Услышав это, Хакин забернулся, чтобы взглянуть на Муя. «План Джаа оказался ему действительно хорошим, но он не мог отрицать, что артефакты Мира Сокровищ получат значительный урон, поэтому подобный вопрос мог решить лишь Муя. Старейшина Мира Сокровищ в свою очередь посмотрел на Хакинса, а затем повернулся, чтобы взглянуть на Джаа. «Хорошо, давай поступим так, как ты предлагаешь. Завтра мы попытаемся сокрушить линию обороны при помощи огромных артефактов». Когда все присутствующие услышали эти слова, то попросту не поверили своим ушам, что ни говори, а колдуны действительно не ожидали, что Муя решится на подобное. Безусловно, никто из них не решился бы на подобное. Похоже, что мир Сокровища в самом деле готовился пожертвовать всем ради уничтожения ткачей, что ни говори, а подобная преданность цели не могла не восхищать. Хакинс же посмотрел на Муя, но не сказал ни слова благодарности, однако он глубоко вздохнул и произнес «Хорошо, тогда давайте посмотрим, сумеет ли Джаа сокрушить линию обороны ткачей». Джаа же посмотрел на Муя, а затем взглянул на всех присутствующих и сказал «Хорошо, тогда завтра все должны покинуть большие артефакты. Я не знаю, что произойдет с ними после столкновения, и поэтому не могу гарантировать вашу безопасность. Так что всем вам придется сражаться так же, как в старые добрые времена». После этих слов многие слегка улыбнулись. Хакинс же глубоким голосом сказал «Хорошо, давайте начнем готовиться, чтобы завтра потратить как можно меньше времени, ведь сейчас самое главное – это как можно быстрее сокрушить линию обороны ткачей». После этих слов эксперты вышли и сразу же пошли готовиться. Когда все ушли, Хакинс повернулся к Муя и сказал «Старейшина Му, после того, что сделал для нас мир сокровищ, вы можете быть абсолютно уверены, что мы навсегда останемся самыми верными союзниками». Муя же в свою очередь слегка улыбнулся и сказал «Старейшина Хакинс, раз уж наши миры являются самыми верными союзниками, то давайте немного выпьем, у меня как раз есть очень хорошее духовное вино из облачных фруктов». Услышав подобное, колдун на некоторое время задумался, но потом кивнул и сказал «Хорошо, давайте». Я слышал, что вино из облачных фруктов довольно вкусное, но еще ни разу не пробовал его. Этот день прошел довольно быстро, ну, а на следующее утро все эксперты покинули огромные магические инструменты, и Чжа направил их к линии обороны ткачей. Тем не менее, находясь на довольно приличном расстоянии от своей цели, глава клана Будда заметил, что их враги сумели восстановить магические массивы. Впрочем, этого следовало ожидать, ведь металлические диски намеренно задуманы таким образом, чтобы формация создавалась как можно быстрее. Так что Чжа остановился в относительно безопасном месте, в то время как ткачи приготовили свою артиллерию и стали ждать новой атаки. Видя это, глава клана Будда слегка улыбнулся, а затем его флот медленно приземлился. Однако, после того как он оказался на нужном расстоянии от земли, глава клана Будда махнул рукой, и огромные артефакты мгновенно устремились вперед. Разумеется, что Муя прекрасно знал, что столкновение не нанесет огромного урона артефактам Чжа. Впрочем, даже если это произойдет, глава клана Будда сможет их починить, не прикладывая каких-либо особых усилий. Именно поэтому старейшина настолько легко согласился на этот план. Конечно, все это осознавали и люди мира сокровищ, однако колдуны ведь ничего не знали. Поэтому они и в самом деле считали, что ради их победы Чжа готов пожертвовать даже своими невероятно ценными магическими инструментами. Но, безусловно, больше всего нервничали ткачи. Они немедленно начали обстреливать огромные артефакты, а их старшие мастера тут же выставили щиты, чтобы предотвратить столкновение. Однако ничего из этого не помогало, мощные корабли Чжа обладали прекрасной защитой, а также сумели набрать значительную скорость и теперь неслись вперед с сумасшедшим импульсом. Когда старшие мастера ткачей заметили это, их лица не могли не измениться, так как они поняли, что не смогут остановить эту атаку. Бум! Раздался громкий взрыв, от которого земля содрогнулась, а гора затряслась. Тем не менее, никто не мог сказать, удалось Чжа достигнуть своей цели или нет, так как вокруг все затянуло густым облаком пыли. Однако уже через некоторое время эксперты воспользовались своими ментальными силами и обнаружили, что флот мира сокровищ отступает, так из девяти кораблей осталось только шесть. Иными словами, оставшиеся три судна получили слишком сильные повреждения и стали совершенно бесполезными. Разумеется, что происходящее увидели не только союзники, но и враги. Старшие мастера ткачей, заметив, что флот Чжа отступил, тут же бросились к нему. Они понимали, что сейчас корабли двигались с довольно медленной скоростью и поэтому весьма уязвимы. Более того, после столь мощного столкновения они не могли не получить повреждений. Хакинс, заметив происходящее, тут же выкрикнул. Старейшины, давайте остановим этих парней. Мы не можем позволить себе потерять и остальные артефакты. После этого он взлетел и направился прямо к старшим мастерам ткачей. Глава 1611. Два пальца. Хакинс прекрасно понимал, что если старшие мастера ткачей действительно бросятся к Чжа, то тот окажется в довольно тяжелом положении, так как не сможет противостоять стольким старейшинам. Именно поэтому Хакинс сразу же бросился вперед. Естественно, что его поддержали и остальные старшие мастера. Стоит отметить, что Хакинс обладал весьма внушительной силой, но специализировался на защите, а не атаке. Тем не менее, скорость колдуна оставалась весьма приличной, так что он первым достиг одного из старших мастеров ткачей. Тот в это время как раз целился из своего ружья. Вот только его целью являлся не флот, а что-то на носу Плутона. Когда Хакинс понял это, то заметил, что сейчас именно там стоял Чжа и не двигался. Заметив это, колдун сразу же ускорился. Он прекрасно осознавал, насколько важен Чжа для мира сокровищ. Так если с ним что-то случится, то сила их союзников значительно снизится. Так что Хакинс повернул голову и громко закричал, «Стой!» Разумеется, что являясь старшим мастером, колдун обладал очень громким голосом, сравнимым с звуковой атакой, но и его соперник был экспертом стадии долголетия. Более того, согласно слухам, этот человек еще ни разу не промахивался и убивал большинство своих врагов первой же пулей. Поэтому, несмотря на звуковую атаку Хакинса, этот человек все равно сумел нажать на курок. В тот же момент раздался грохот, и из винтовки вылетела пуля. Лишь после того, как это произошло, старший мастер Ткачей, наконец, обратил внимание на Хакинса, а вот до этого момента он словно не замечал его присутствия. Когда Хакинс увидел выстрел, то невольно повернулся, чтобы посмотреть на Джао. Впрочем, старший мастер Ткачей поступил точно так же. Вот только в тот момент, когда пуля вот-вот должна была попасть в голову Джао, глава клана Будда протянул руку и сразу же поймал ее между указательным и средним пальцами. Безусловно, подобное не могло не ошарашивать. После этого Джао повернул голову, чтобы посмотреть на пулю в своей руке и тут же выбросить ее. Затем он взглянул на Ткача и фыркнул, после чего посмотрел на линию обороны, так словно ничего не произошло. Естественно, что поступок Джао стал огромной неожиданностью как для Хакинса, так и для Ткачей. Они никогда не думали, что сила главы клана Будда настолько огромна. Не стоит забывать, что в него стрелял человек, специализирующийся на быстрых и смертельных выстрелах. Безусловно, такую пулю не смог бы поймать даже Хакинс. Однако Джао каким-то образом сделал это. В это время прибыли старшие мастера царства колдунов. Естественно, что они тут же атаковали Ткачей. Это привело Хакинса в чувство, и он немедленно напал на эксперта, что стрелял в Джао. Тот уже не успевал сделать второй выстрел и поэтому ему пришлось сосредоточиться на новом противнике. В это время флот Джао отступил на подходящее расстояние, после чего глава клана Будда снова махнул рукой и корабли помчались прямиком к горному хребту. Как только произошло новое столкновение, раздался громкий грохот и линия обороны вздрогнула, а затем медленно осыпалась. Все люди, которые видели эту сцену, оказались крайне ошеломлены. Хотя все старшие мастера обладали огромной мощью, даже они не могли сокрушить несколькими ударами гигантскую гору. Разумеется, что они знали, что эта гора была выдолблена ткачами и держится лишь на бесчисленных опорах, а также усиленно защитными магическими массивами. Можно сказать, что если бы Джао использовал меньшее количество огромных магических инструментов, то ему никогда бы не удалось сокрушить настолько большую гору. Более того, теперь когда линия обороны рухнула, а гора частично разрушена, некоторые из ткачей начали опасаться, что они проиграют это сражение. Таранная атака огромных магических инструментов не только поставит под угрозу существование линии обороны, но также вызовет огромный шок в сердцах защитников. И поскольку последние получили весьма мощный удар по боевому духу, их сила также снизилась. Теперь когда линия обороны рухнула, оружие Джао продолжило продвижение вперед, вот только теперь у него осталось только 4 корабля. Тем не менее корабли главы клана Будда медленно поднимались вверх и уже начали атаковать магический массив при помощи своих пушек. На этот раз Джао сделал лишь 3 залпа, а затем его оружие бросилось вперед и ворвалось в магический массив. Разумеется, что так как массив все еще существовал, он тут же начал действовать и огромные артефакты тут же почувствовали мощное давление. Тем не менее глава клана Будда не собирался останавливаться и уверенно двигался вперед. Разумеется, что как только 4 магических инструмента ворвались в центр массива, металлические диски взорвались, однако Джао не стал останавливаться. Его артефакты все также прорывались вперед. Более того, как только магический массив исчез, в сторону линии обороны устремились и клинкоподобные лодки. Видя, как Джао прорывается вперед, ткачи не стали сидеть сложа руки, они сразу же отреагировали и на перехват флоту отправилось около тысячи старших мастеров. В это время Муя также отправил своих людей в атаку. Поскольку у ткачей не сталось артиллерии, они вполне могли поддержать Джао. Что же касается Хакинса и остальных, то они также достигли определенных результатов, так что старейшинам ткачей пришлось отступить. Как только это произошло, колдуны поспешили поддержать флот Джао. Когда артефакты главы клана Будда вошли в зону поражения стрелкового оружия ткачей, они тут же открыли огонь. После этого флот замедлился, а потом и вовсе остановился. В этот момент Джао выстроил все свои суда в ряд и развернул их, после чего они превратились в своеобразную огромную стену. Как только это произошло, за этим импровизированным барьером тут же расположились эксперты мира сокровищ. Эти парни тоже использовали огнестрельное оружие, так что противостояние свелось к позиционным перестрелкам. В это же время старшие мастера с обеих сторон также начали сражаться друг с другом. Так что через какое-то время ситуация зашла в тупик. Все дело в том, что из-за битвы старейшин пули сбивались с пути и попадали куда угодно, но не в свою цель. Поэтому в какой-то момент обычные эксперты и вовсе перестали стрелять, так как это было совершенно бесполезно. Как только Джао увидел эту ситуацию, то он понял, что на этот раз их план атаки не сможет завершиться успехом, поэтому он сразу же приказал всем отступать. Так его флот медленно отошел назад, однако при этом корабли, то и дело продолжали обстреливать ткачи из своих пушек. Вот таким вот образом обе стороны медленно остановились. Коалиционные силы отступили, но не отошли слишком далеко. Они лишь вышли из зоны попадания огнестрельного оружия ткачей. Таким образом, если ткачи захотят продвинуться вперед, то силы Альянса тут же смогут их остановить. Иными словами позиционная война продолжалась. В это же время глава клана Будда вполне успешно увеличил количество своих кораблей с 4 до 8. Разумеется, что Джао вполне мог выпустить еще больше подобных магических инструментов, но он не хотел этого делать. Обе стороны просто смотрели друг на друга и ничего не предпринимали. Правда, в какой-то момент ткачи попытались восстановить магический массив, но Джао не дал им этого сделать. Глава клана Будда отогнал смельчаков при помощи своей артиллерии. Тем временем Муя и Хакинс пришли в зал для совещаний, причем на лице каждого из них можно было увидеть тень волнения. Да, они не смогли победить ткачей, но определенно достигли весьма существенных успехов. После того, как все сели, Хакинс посмотреть на Джао и улыбнулся. Младший, ты сегодня очень хорошо справился. Ха-ха-ха, тебе удалось дважды пробить линию обороны ткачей. Ха-ха-ха, это просто замечательно. Джао же слегка улыбнулся, но ничего не сказал. Тем временем Муя повернул голову и взглянул на остальных старейшин. Сейчас мы можем не беспокоиться о линии обороны, однако старшие мастера ткачей все еще представляют собой огромную угрозу. Они полностью блокируют наше продвижение вперед, и именно из-за них мы не можем использовать обычных солдат. Так что сейчас нам необходимо придумать, как же действовать в подобной ситуации. Глава 1612, прорыв. Услышав подобное, Хакински внул головой и сказал, «Да, ткачи и в самом деле потеряли всякое понятие чести. Старшие мастера не должны мешать младшим сражаться. У нас должно быть свое поле боя, но эти парни действуют совершенно иначе. Черт, как же это недостойно!» Утверждение Хакинса не являлось ошибочным. Когда сражаются старшие мастера, то они стараются не делать этого рядом с обычными экспертами. Ведь из-за их битвы будут страдать как враги, так и союзники. Поэтому старейшины пытались не допускать жертв из-за дружественного огня. Именно поэтому старшие мастера двух противоборствующих миров уходят в отдельное место и сражаются лишь до определенного количества потерь. Если последние окажутся слишком огромными, то их пространство может и не выжить. Так что после определенного количества жертв старейшины отступали. Тем не менее ткачи намеренно использовали ударные энергетические волны, что возникали во время сражения старших мастеров, чтобы не подпустить силы Альянса к их линии обороны. По сути это был едва ли не единственный способ противостоять превосходящим силам противника. Ткачи прекрасно осознавали, что хотя им и удалось разработать крайне эффективную кубическую формацию, однако если магические артефакты Джаа ворвутся в нее, тогда их потери будут колоссальными. Именно поэтому, чтобы избежать подобного враги мира сокровищ прибегли к вот такому не слишком благородному трюку. Тем временем люди собравшиеся в зале нахмурились, ткачи использовали старших мастеров, чтобы остановить их флот. Никто не мог предвидеть подобной ситуации и по сути они оказались в тупике. Даже если бы Джаа использовал абсолютно все свои магические артефакты, то все равно не смог бы пробиться сквозь строй старейшин. Более того, если его артефакты остановятся, то ударные волны рано или поздно сокрушат всех, кто будет находиться на них. Иными словами, решить возникшую проблему и в самом деле очень непросто. Поэтому Джаа нахмурился. Честно говоря, он действительно не мог позволить себе выпустить всех своих немертвых старших мастеров, иначе это могло бы напугать его союзников. Более того, даже если он использует их, чтобы насытить энергией магические инструменты, это также может привести не к самым лучшим последствиям. Однако все это натолкнуло Джаа на определенную мысль. Так если все старшие мастера введут свою энергию в магические инструменты, то никто не заметит, сколько именно старейшин занимается подобным. Иными словами, они вполне способны использовать артефакты, чтобы прорваться сквозь линию защиты ткачей и никакие старшие мастера не смогут им помешать. Размышляя об этом, Джаа встал, а затем обращаясь к Хакинсу ему я, произнес старейшины, позвольте кое-что предложить. Услышав подобное, колдун нахмурился, но у них все равно не имелось иного выхода. Так что он произнес, младший, у тебя есть что предложить. Джаа в свою очередь кивнул, а потом глубоким голосом произнес «Я хочу использовать тот же метод, который мы применяли, чтобы прорваться сквозь шесть линий защиты ткачей». Услышав эти слова, Муя на мгновение застыл, а затем энергично похлопал главу клана Будда по плечу. «Ах, да, а я ведь почти забыл об этом. Если мы сможем использовать его, то безусловно сокрушим ткачей». Хакинс же посмотрел на Муя с несколько озадаченным выражением лица. Он не понимал, почему старейшина мира сокровищ ведет себя подобным образом. Муя тем временем повернул голову и, посмотрев на Хакинса с улыбкой, сказал, «Когда мы прорывались через шесть линий обороны ткачей, то позволили всем старшим мастерам вливать свою энергию прямиком в корабли. Так что скорость и мощь их удара выросла до невероятно огромных высот. Таким образом даже старейшины ткачей не могли остановить нас. Иными словами сейчас мы можем использовать этот же метод. Пусть все старшие мастера вольют свою энергию в магические инструменты, а затем мы снесем наших противников». Как только Муя произнес эти слова, Хакинс оказался очень сильно ошарашен, но потом он сразу же обрадовался, но затем с неким подозрением спросил, «А это точно может сработать? Неужели корабли и в самом деле способны противостоять ауре стольких старших мастеров?» Муя же слегка улыбнулся, а потом ответил, «С этим не должно возникнуть каких-либо проблем. Корабли Чжао намеренно созданы таким образом, что в них можно вливать энергию, для этого в них встроено несколько массивов». Хакинс же повернулся, чтобы посмотреть на Чжао. «Младший это действительно возможно? Сейчас этот вопрос и в самом деле невероятно важен». Чжао в свою очередь улыбнулся и сказал, «Все будет в полном порядке. Если обычные эксперты и старшие мастера будут вместе вливать духовную ЦИ, то наш флот и в самом деле сможет пробиться сквозь кубическую формацию ткачей. Если же нам не удастся провернуть подобный трюк, то давайте попробуем отправить старших мастеров на клинкоподобные корабли. Таким образом их атакующая мощь значительно возрастет. Безусловно огромное количество таких лодок сумеет с легкостью уничтожить формацию ткачей. Хорошо, давайте сделаем так, как планировали. Немедленно расположим всех старших мастеров на каждом корабле, а завтра снова нападем на ткачей». Хакинс не стал возражать, так как ему и в самом деле понравился этот план. После этих слов все присутствующие встали и разошлись. Большинство экспертов отправились на большие артефакты и лишь некоторые из старших мастеров разместились на небольших лодках. Однако Чжао не спешил. Он все еще обстреливал ткачей при помощи артиллерии, тем самым не давая им восстановить линию обороны или магический массив. Впрочем, на самом деле ткачи не слишком-то пытались что-либо предпринять. Все дело в том, что на данный момент у них попросту не имелось ресурсов, чтобы восстановить свою линию обороны. Следующий день мир сокровища царства колдунов потратили лишь на подготовку. Так около 800 старших мастеров расположились в небольших лодках, а оставшиеся перебрались в огромные артефакты. Тем не менее Чжао все также продолжал обстрел ткачей. Таким образом грохот пушек слышался как днем, так и ночью. Разумеется, подобное весьма раздражало ткачей. Эти парни прекрасно понимали, что пушки используемые Чжао были созданы на основе их огнестрельного оружия. Таким образом, если ранее они доминировали над другими, то теперь все совершенно иначе. Сейчас уже другие издевались над ткачами при помощи дальнобойного оружия. Но что наиболее важно, флот мира сокровищ остановился в месте, где они могли его видеть, но ничего не могли сделать. Их враги находились на расстоянии вытянутой руки, но ткачи не могли дотянуться до них. Когда же они попытались использовать своих старших мастеров, чтобы напасть на флотом мира сокровищ, то последний лишь медленно отступил. Разумеется, подобное действие их противников весьма удивило ткачей. Они совершенно не понимали, что именно задумали их противники. Неужели им действительно удалось вот так просто прогнать этих парней? Но ведь это же совершенно глупо. Когда ткачи озадачено думали, что же все это значит, и уже даже вздохнули с облегчением, старшие мастера все еще оставались на стороже. Они не верили, что это может быть правдой. Но в этот момент флот мира сокровищ остановился, и как только это произошло, Хакин с Муя поняли, что время пришло. Поэтому они тут же приказали всем остальным начать вливать энергию в огромные магические инструменты. После этого восемь огромных кораблей оказались окутаны золотистым светом. В это же время Джао яростно махнул и оружие помчалось вперед. Более того, благодаря просто невероятно огромной скорости они буквально через несколько мгновений достигли позиций ткачей. Когда последние заметили это, то сразу же поняли, что мир сокровищ не собирался отступать, вместо этого их враги просто отошли на достаточное расстояние, чтобы начать новую атаку. Естественно, что они тут же сделали все возможные, чтобы остановить своих врагов, но на этот раз они ошиблись. Эта атака мира сокровищ оказалась невероятно подавляющей. Когда ткачи сформировали кубическую формацию, флот мира сокровищ внезапно громко взревел и обычные эксперты на мгновение замерли. Так что удар огромных кораблей приняли на себя исключительно старшие мастера. Последние к этому временем разделились на восемь групп, по одной на каждый артефакт. Но на этот раз они просчитались. Ткачи не знали, сколько именно людей использовалось для управления огромными артефактами. Поэтому все атаки старших мастеров оказались не более чем комариными укусами. Когда же гигантские магические инструменты столкнулись с старейшинами, то попросту снесли их. Никто из старших мастеров не ожидал, что атака мира сокровищ на сей раз окажется такой жестокой. Поэтому прежде чем они успели среагировать, их тела превратились в кучу костей и мяса. Затем оружие бросилось прямо к кубической формации. Безусловно последнее специально создавалось для противодействия миру сокровищ, однако на этот раз флот двигался слишком быстро. И поэтому прежде чем эксперты ткачей успели среагировать, во все стороны потекли реки крови. Тем не менее на этом еще ничего не закончилось. Сразу же после огромных артефактов в кубическую формацию влетело 800 небольших лодок и началась самая настоящая бойня. Ситуация выглядела так, словно в огромное стадо овец ворвалась матерая стая оголодавших волков. Глава 1613. Старшие мастера. Джао спокойно смотрел вдаль армия мира. Сокровища царства колдунов добивала остатки ткачей. Естественно, что к этому моменту большинство сил малых миров уже успешно сбежало. Тем не менее, организованные силы ткачей все еще могли дать весьма серьезный отпор, и потом войска Альянса неизбежно понесут некоторые потери. Разумеется, огромные артефакты главы клана Будда нанесли еще несколько ударов по кубической формации, но ни один из них не оказался столь же эффективным, как первый. С другой стороны, небольшие кленовидные лодки сумели продемонстрировать просто невероятную мощь, так что армия ткачей совершенно не ожидала подобного. Даже старшие мастера не сумели остановить эти маленькие корабли. Естественно, что при таких условиях никто не смог бы удержать линию обороны. Так что первыми сбежали силы малых миров, а за ними, сдерживая удары войск Альянса, отступили ткачи. В данный момент Джао стоял и не двигался. Он совершенно спокойно наблюдал за происходящим. На этот раз глава клана Будда снова сумел сорвать неплохой куш, заполучив большое количество тел поверженных врагов. В этот момент две фигуры пролетели прямо к нему и Джао присмотрелся. Это были Муя и Хокинс. Они оба летели к Плутону. Сейчас двое старейшин находились в приподнятом настроении, так как их уверенность в победе над ткачами значительно возросла. Хокинс посмотрел на Джао и похлопал его по плечу, а затем сказал, младший, я хотел бы поблагодарить тебя. Если бы не ты, мы не смогли бы за столь короткое время одолеть ткачей. На этот раз они уж точно не смогут оправиться после настолько разгромного поражения. Джао же, услышав подобное, слегка удивился. Да, ткачей в самом деле понесли серьезный урон, но ведь не критический. Тогда почему Хокинс настолько сильно уверен в их победе? Муя же, заметив озадаченный взгляд Джао, пояснил, все дело в том, что ткачи потерпели два сокрушительных поражения, хотя очень хорошо подготовились к этим битвам. Так что после подобного большинство их вассальных миров откажутся сражаться. Как только это произойдет, ткачи потеряют очень много сил, а воевать только своей армией они не смогут. Более того, я уверен, что царство колдунов уже заранее договорилось с некоторыми из вассальных миров наших врагов, ведь так, услышав это, Хокин скивнул и вздохнул. Да, как раз перед первой битвой узник сердца сумел провести весьма многообещающие переговоры, теперь миров ткачей согласятся примкнуть к нам. Тем не межа посмотрели друг на друга, и ничего не для них подобное являлось вполне нормальным явлением, а нет. Ведь в отличие от земель хаотической войны, территория пяти великих царств являлась куда более стабильным местом. В этот момент прозвучал свист ветра, и все трое посмотрели друг на друга. А потом увидели, что возле них появился узник сердца. Разумеется, они тут же поприветствовали старика. Тем временем старейшина посмотрел на них и кивнул. Хорошо, вы прекрасно поработали. Хакинс, скажи нашим людям, чтобы возвращались. Не стоит им продолжать охотиться. Хотя последний не совсем понимал зачем, но все же вынул нефритовые клинки и принялся писать сообщения. Когда же письма оказались отправлены, все четверо переместились в зал для собраний. После того, как они сели, старик внезапно сказал. Думаю, вы все удивились, почему я не позволил вам преследовать ткачей. Хе-хе-хе, в этом нет ничего странного. Все дело в том, что их малые миры уже начали сдаваться нам. Так что дни ткачей сочтены. Услышав, как старик произнес эти слова, все трое сразу осознали, что же происходит. Сейчас существовал риск убить тех, кто уже сдался, и испортить отношения. Поэтому им и в самом деле не стоило преследовать отступающих врагов. Старик же тем временем слегка улыбнулся и добавил. Я уже сообщил мастерам меча, и они усилили натиск. Уверен, что рано или поздно царство ткачей падет. В данный момент на лицах Муя и Хакинса каждый мог бы заметить легкое прикосновение радости, но Джа, наоборот, оставался спокойным, а потом и вовсе нахмурился, так как получил весьма плохие новости от Каир. Старик же не мог этого не заметить, так что он посмотрел на главу клана Будда и спросил. Младший, тебе есть что сказать? Не похоже, чтобы тебя обрадовала новость о нашей победе? Джа же посмотрел на старика и, поклонившись, ответил. Старейшина, просто я боюсь, что ткачи могут пойти на отчаянные меры и попросят помощи у царства Хаоса или царства монахов. После этого глаза старика не могли не засверкать. Он действительно не ожидал, что Джа сможет настолько спокойно мыслить в настолько счастливое время. Можно сказать, что эти две великие победы произошли лишь благодаря оружию главы клана Будда, но при этом они не вскружили ему голову. Более того, Джа даже подумал о том, что ткачи могут попросить помощи у Хаоса или монахов. По правде говоря, если бы Джа являлся человеком царства колдунов, то старик уже давно бы выбрал его в качестве приемника. Но сейчас с этим существовали определенные проблемы. Когда Муя и Хакенс услышали эти слова, то оказались весьма ошеломлены, а затем их лица изменились, ведь они поняли, что возможность подобного развития событий очень велика. Так Муя вспомнил, что, когда они практически одолели гигантов, последние отбросив всякий здравый смысл, позвали на помощь ткачей. Разумеется, что теперь события вполне могут начать развиваться по тому же сценарию. Старик же посмотрел на них и слегка улыбнулся. Беспокойства Джа вполне обоснованные, но не стоит волноваться. Я уже все это предусмотрел. Так два других царства также получат определенные преимущества, поэтому никто из них не станет вмешиваться в происходящее. Когда Джа услышал эти слова, то не мог не испытать сожаления. Похоже, что этот старик уже заранее учел подобную возможность. А вот Джа заговорил об этом, так как увидел, что ткачи запросили поддержку с двух других царств. Глава клана Будда уже долгое время следил за действиями своих противников. Он воспользовался происходящими битвами, чтобы прикрепить свои серебряные иглы к ткачам. Таким образом Джа получил возможность следить за событиями, происходящими в главном лагере их врагов. Именно поэтому он знал, что патриарх ткачей отправил своих представителей в царство Хаоса и царство монахов. Вот только Джа не ожидал, что старик уже ко всему подготовился. В обмен на некоторое количество миров царство монахов и царство Хаоса не станут отправлять войска. Разумеется, что для этого ткачи должны будут в чистую проиграть войну, иначе эти два царства могут и вмешаться. Тем временем старик посмотрел на этих троих и глубоким голосом произнес «Отправьте письма, пусть все вернутся, у меня есть кое-что, что я должен сказать». Хотя Хакин совершенно не понимал, что это все значит, он немедленно отправил сообщение, Муя поступил точно так же. Если ранее они приказывали прекратить охоту, то теперь приказывали всем собраться в зале для совещаний. Через некоторое время старшие мастера и самые важные из обычных экспертов начали пребывать один за другим. Когда они видели старика, то приветствовали его, а затем садились на свободное место. После того, как все собрались, узник сердца посмотрел на них и сказал «Наша коалиция сумела одержать две великие победы. Таким образом нам осталось совершить лишь один единственный шаг для окончательной победы над ткачами. Так что в следующем сражении постарайтесь нанести как можно более жесткий удар по нашим противникам». Как только прозвучали эти слова, все присутствующие тут же в унисон ответили «Да, старейшина». Тем временем старик кивнул, а потом сказал «Безусловно, эти две великие победы произошли исключительно благодаря Джао и Миру Сокровищ. Более того, так как младший является весьма талантливым колдуном, я решил принять его в качестве своего личного ученика. Разумеется, что в будущем он станет внешним старейшиной. У вас есть какие-либо возражения?» После этих слов Хакинс шагнул вперед, а затем поклонился и сказал «Я полностью согласен с вашим решением». Джао уже довольно могущественный эксперт, более того, он обладает весьма интересными техниками. Так что младший и в самом деле достоин того, чтобы стать внешним старейшиной. Старик в свою очередь кивнул и сказал «Хорошо, тогда, Джао, что ты обо всем этом думаешь?» Готов ли ты признать меня своим наставником? Когда старик спросил об этом, то все присутствующие тут же посмотрели на Джао. Глава 1614. Нет проблем? Джао сделал шаг вперед, а потом, встав на одно колено, с уважением сказал «Я рад поприветствовать своего наставника. Ха-ха-ха, ладно, поднимайся и встань рядом со мной», радостно произнес старик, а затем протянул руку и позволил Джао оказаться рядом с ним. Таким образом он давал понять, что весьма серьезно относится к своему новому ученику. Хлоп-хлоп-хлоп, тут же прозвучали аплодисменты. Кто-то из присутствующих весьма искренне поддерживал Джао, кто-то же делал это лишь из вежливости. Но все точно знали одно, они стали свидетелями весьма важного события. Когда же через некоторое время овации прекратились, старик глубоким голосом сказал «Хорошо, давайте все пойдем вниз и отдохнем. Нас все еще ждет несколько ожесточенных битв с ткачами. Мне же есть что сказать своему новому ученику». После этих слов эксперты начали расходиться. После того, как все ушли, старик посмотрел на главу клана Будда и глубоким голосом сказал «Младший, я действительно принял тебя в ученики. Но все дело в том, что мои навыки не такие, как у обычных экспертов. Так уж случилось, что всю свою жизнь я изучал лишь ментальную силу и теперь могу научить тебя только техникам, основанным на ней». Произнеся эти слова, старик вынул нефритовую табличку и вручил ее Джао. «Здесь сосредоточены мои знания, накопленные за долгие годы. Внимательно изучи их, если что-то будет непонятно, то просто спроси у меня». На что глава клана Будда с уважением ответил «Наставник, можете не волноваться, я все внимательно выучу». Услышав это, старик кивнул и сказал «Хорошо, тогда можешь идти, тебе также следует сделать перерыв, но можешь прийти ко мне в любое время». Джао в свою очередь кивнул и затем, попрощавшись, ушел. После того, как глава клана Будда вышел из зала для совещаний, он вернулся в свою каюту. Однако не стал сразу же проверять содержимое нефритовой таблички. Вместо этого он тщательно изучил ее при помощи энергии веры. Глава клана Будда боялся, что там могут быть ловушки. Тем не менее, ничего подобного Джао не нашел. Так что он почувствовал облегчение и затем лишь отправился в пространственную ферму. Там его встретила Лаура и спросила «Брат Джао, ты что и в самом деле решил стать учеником этого старика?» Боюсь, он ведь мог задумать действительно нечто плохое. Джао же слегка улыбнулся и ответил «Все в порядке, будь уверена, у меня есть способ справиться с этим». Поговорив еще о некоторых вещах, Джао достал нефритовую табличку и погрузил в нее свою ментальную энергию. Еще раз убедившись, что все в порядке и это и в самом деле просто техники ментального воздействия, Джао сказал «Каер, изучи эти вещи и посмотри, может быть с самими методами что-то не так». После этих слов девушка кивнула и отправила нефритовую табличку в универсальный анализатор, однако, тот также не нашел каких-либо проблем, наоборот, с этими техниками ментальная энергия главы клана Будда значительно возрастет. Услышав отчет, Джао кивнул и глубоким голосом сказал «Хорошо, тогда мне действительно стоит все это выучить». Лаура же с огромным удивлением посмотрела на него и озадаченно спросила «Брат Джао, неужели ты действительно хочешь изучить эти методы?» Глава клана Будда, услышав подобное, слегка улыбнулся «А почему нет? Мне ведь сейчас и в самом деле не хватает ментальных техник. Что же касается старика, то у него и в самом деле могут быть другие цели. Так что нам не стоит расслабляться и доверять ему». Лаура, услышав это, на некоторое время задумалась, но после все же кивнула. До тех пор, пока они будут осторожны, Джао никак уж точно не попадет в сложную ситуацию. Тем временем глава клана Будда уже знакомился с ментальными техниками старика. Честно говоря, последний являлся едва ли не единственным экспертом, что полностью сосредоточился лишь на ментальной силе. Тем не менее, стоит признать, что ему и в самом деле удалось достигнуть просто невероятно огромных успехов. Видя эти вещи, Джао Хай не мог не вздохнуть. По его мнению, если старик действительно хотел принять его в качестве ученика, то он в свою очередь также должен как-то помочь своему наставнику. Но если этот человек и в самом деле задумал что-то плохое, то и Джао поведет себя весьма невежливо. Джао внимательно изучил методы тренировки ментальных сил, а затем шаг за шагом проверил их на практике. Ментальная энергия Джао уже достигла весьма высокого уровня, но, тем не менее, никак не могла сравниться с возможностями старика. Что неудивительно, ведь последний потратил на изучение ее особенностей всю свою жизнь. Таким образом, вскоре Джао опробовал все методы, записанные на нефритовой табличке. Он еще не начал учиться, но уже получил массу полезной информации. Попытавшись выполнить эти упражнения, глава клана Будда сразу же почувствовал, что его ментальная сила выросла, но не так уж сильно. Впрочем, даже подобное не могло не радовать. Тем не менее, Джао прекрасно понимал, что сейчас не время для тренировок, куда более важно одолеть пкачей. Поэтому ему необходимо покинуть пространственную ферму. Оказавшись снаружи, глава клана Будда сразу же направился к Муя. Впрочем, как оказалось, сейчас в его каюте находились еще несколько старших мастеров. Увидев Джао, старейшина кивнул и сказал, «Младший, проходи и садись». Тот в свою очередь поклонился и сел, но потом сразу же сказал, «Старейшина, я лишь несколько минут назад завершил просматривать ту информацию, что предоставил мне узник сердца, и похоже, что с ней все в полном порядке». Разумеется, Муя прекрасно знал, что именно имел в виду Джао, и поэтому махнул рукой. «Нет необходимости рассказывать мне подобные вещи, если старик сделал тебя своим учеником, то с обучением все будет в полном порядке. Однако во всем остальном будь крайне осторожен». Услышав это, Джао кивнул, а Муя продолжил, «Сейчас наша главная задача – это покончить с ткачами. Даже потерпев несколько сокрушительных поражений, эти парни не сдадутся. Поэтому будьте готовы, что их сопротивление может стать еще более жестким». Услышав это, все кивнули, а Муя повернул голову к Джао и сказал, «Младший, как твое оружие? С ним все в порядке? И почему так много артефактов вышли из строя, когда мы атаковали линию обороны ткачей?» Когда Муя произнес эти слова, все посмотрели на Джао. Старейшины мира сокровищ не понимали, что происходит, «Они очень хорошо знали оружие Джао, и последнее, даже получив повреждение, должно было довольно быстро восстановиться. Но тогда почему же сегодня этого не произошло?» Джао же слегка улыбнулся и ответил, «На самом деле с моим оружием все было в полном порядке. Но если бы мы не разбили несколько кораблей, то как бы на это отреагировали наши союзники? Более того, разве ткачи стали бы с нами так отчаянно сражать?» Как только все услышали, что сказал Джао, то поняли, о чем именно он говорил. «Честно говоря, эксперты мира сокровищ действительно были довольны тем, что глава клана Будда стал учеником старика. Ведь таким образом они могли поддерживать определенный уровень отношений с одним из пяти великих царств. Тем временем Муя произнес, «Хорошо, тогда с этого времени нам больше не нужно быть вежливыми. Младший, Джао, следующая атака по-прежнему неотделима от тебя. Нам все еще придется полагаться на твои магические инструменты, ведь таким образом мы сможем значительно уменьшить наши потери. Да, после этой битвы полуостров Паньяда снова окажется в наших руках, вот только ситуация там очень неспокойная. Поэтому нам придется приложить огромные усилия, чтобы стабилизировать ее. А это значит, что мы не можем позволить себе понести слишком большие потери. Услышав подобное, Джао кивнул и сказал, «Старейшины, пожалуйста, будьте уверены, что этого не произойдет. Более того, война ведь уже скоро закончится». Как только прозвучали эти слова, Муя кивнул и сказал, «Кажется, что царство колдунов уже давно готовилось к этому противостоянию. Так что если силы хаоса или монахов не вмешаются в происходящее, то война и в самом деле не продлится слишком долго. Однако нам все равно следует быть крайне осторожными. После этого старшие мастера кивнули, а затем встали и ушли. Ну, а Джао быстро втянул Мую в свою комнату. Когда они оказались там, глава клана Будо достал бутылку вина и некоторое количество закусок. Когда же они выпили по бокалу вина, Джао вздохнул и сказал, «На этот раз я стал учеником узника сердца, и старик действительно передал мне нефритовую табличку с техниками. С ней все в порядке, как и с техниками, но я все еще чувствую, что что-то явно не так. Большой брат, возможно, ты не знаешь, но этот человек уже успел напасть на меня и старейшину Муя, так что я не могу не волноваться». Услышав это, Мую замер, а затем он поставил свой бокал и сказал, «Что ты имеешь в виду?» Что хотел сделать этот старик? Он, что, хотел убить наставника? Джао же покачал головой и сказал, «Нет, похоже, он собирался использовать свои ментальные силы, чтобы контролировать меня и старейшину Муя. Именно поэтому я действительно не знаю, какая у него истинная цель, но сам старик сказал, что сделал это для царства колдунов. Он хочет, чтобы мы присмотрели за его родным миром, так как считает, что Хакинс не очень хороший лидер и может совершить массу ошибок». Когда Мую услышал это, то нахмурился и сказал, «Хэм, ситуация и в самом деле весьма сложная. Все это может оказаться как правдой, так и ложью, но в любом случае, сейчас мы мало, что можем сделать. Так что тебе и в самом деле следует быть крайне осторожным». Глава 1615. Ментальный куб. Через некоторое время Джао и Мую отправились по своим делам. Причина, по которой глава клана Будда пригласил к себе большого брата, заключалась в том, чтобы пресечь возможность возникновения противостояния между ними. Джао прекрасно знал, что, хотя сейчас он очень популярен в мире сокровищ, но его статус весьма уступает Мую, последний являлся приемником Муя и, естественно, что он обладал поддержкой всей фракции Му. Тем не менее, после того, как глава клана Будда стал учеником узника сердца, его статус значительно вырос. Именно поэтому Джао не хотел, чтобы между ним и Мую возникли определенные противоречия. Так что глава клана Будда рассказ большому брату все, что связывает его со стариком. Попрощавшись с Мую, Джао выдохнул и вернулся в пространственную ферму. Там его уже ждали Лаура и остальные девушки. Как только глава клана Будда появился в пространственной вилле, к нему подошла Меган и спросила, «Брат Джао, почему бы тебе не воспользоваться этой возможностью и не присоединиться к царству колдунов?» Тем не менее, тот покачал головой и горько улыбнулся, «Нет, если я это сделаю, тогда все, что мы делали раньше, окажется бессмысленным. Более того, сейчас мне совершенно непонятно ни мотивация старика, ни ситуация в царстве колдунов. Поэтому я и не могу присоединиться к этому пространству». Услышав подобное, Лаура тихо вздохнула, «Брат Джао, неужели ты действительно думаешь, что мир сокровищ сможет объединить все поле битвы в Антзе? Неужели башня небес и в самом деле позволит им сделать это?» На что Джао ответил, «Я лишь хочу заставить стражей башни начать действовать, если башня небес придет в движение, мы сможем узнать о них очень много интересного». После этих слов Лаура кивнула, «Честно говоря, всем девушкам было весьма интересно разузнать о башне небес, что это за место? Сколько в ней этажей? Какова цель стражей?» Но, безусловно, самым главным вопросом являлся, почему все стражи башни небес могут использовать энергию веры? Безусловно, последняя являлась очень важной составляющей их развития. Однако, как они достигли подобного уровня? Откуда у стражей так много энергии веры? Могут ли они управлять небольшим пространствами? Разумеется, что Джао хотел исследовать башню небес не ради энергии веры? В первую очередь главу клана Будда интересовала, как же возникло поле битвы ваньцзе. Ему казалось, что башня небес обязана знать хоть что-то. Джао прекрасно понимал, что те существа, которые создали поле битвы ваньцзе, не собирают с него энергию веры. Каждое из пространств занимается своими делами, и между ними нет ничего общего. Однако, тогда зачем создавать нечто настолько огромное? Но самое главное, что в этом месте практически невозможно слишком долго поддерживать мир. Более того, похоже, что именно для поддержания постоянных конфликтов и была создана башня небес. Безусловно, что все это очень ненормально. Никто не знает, зачем люди, создавшие поле битвы ваньцзе, поступали подобным образом. Впрочем, у этих парней определенно имелась вполне конкретная цель, и Джао хотел узнать ее. Может, поле битвы ваньцзе это своего рода колизей, или может быть это огромный горшок с ядовитыми тварями, так ни первой, ни второй Джао не слишком-то нравились. Он не хотел быть чьей-то марионеткой и собирался изменить свою судьбу. Вот только, чтобы сделать это, необходимо для начала узнать, кто враг и что же он задумал. Лишь обладая подобной информацией, можно начать разрабатывать план победы. Как правило, Джао не стремился к власти, не проявлял беспричинную жестокость и вел вполне размеренную жизнь. Однако ему очень сильно не нравилось, когда кто-то пытался контролировать его. Поэтому сейчас глава клана Будда всеми силами пытался стать хозяином своей судьбы. Из-за этого он шаг за шагом шел к сегодняшнему дню, но обнаружил, что все еще не может избавиться от невидимой руки, которая то и дело подбрасывала ему различные неприятности. После того, как глава клана Будда сел, Мэг принесла ему чашку чая, а потом посмотрела на своего возлюбленного и сказала, брат Джао, а когда ты собираешься начать изучать ментальные техники, может тебе все же стоит от них отказаться? Честно говоря, мне очень сильно не нравится этот старик. Джао же слегка улыбнулся, а потом ответил, не стоит так сильно волноваться. Безусловно, этот старик и в самом деле что-то задумал. Тем не менее, не думаю, что это и в самом деле что-то опасное. Однако нам все же не стоит терять бдительность. Когда Мэг услышала эти слова, то кивнула и сказала, брат Джао, если ты действительно все очень хорошо обдумал, то я могу быть уверена в твоей безопасности. Однако, может тебе стоит опробовать эти методы прямо здесь и сейчас? По крайней мере в пространственной ферме ты будешь в полной безопасности. Услышав это, Джао улыбнулся и сказал, «Хорошо, я попробую». Более того, если у кого-то из вас будет свободное время, то вы также можете попробовать потренировать свои силы. Уверен, что у вас не должно будет возникнуть каких-либо особых проблем. Методы, которые передал главе клана Буддаузник сердца, являлись весьма всеобъемлющими. В них входила как духовная подготовка, так и методы защиты ума, методы ментальных атак, контроль объектов. Можно сказать, что старик сумел развить использование ментальных сил до невероятного предела. Так если Джао это небольшой глиняный горшок с ментальной энергией, то старик огромная фарфоровая ваза. Также стоит упомянуть, что девушкам не очень нравились техники экспертов, впрочем, они и не слишком-то нуждались в дополнительном самосовершенствовании. Все супруги Джао попали под влияние пространственной фермы, и поэтому их тела также развивались, правда не так но с этими метальными техниками все совершенно иначе. Они не требовали, чтобы эксперт обладал идеально закаленным телом, и поэтому их мог практиковать кто угодно. Если вы будете очень много практиковаться, то сможете создать особый ментальный куб. Эта формация состояла из огромного числа сгустков ментальной энергии, последние вращались особым образом и шаг за шагом увеличивали ваши способности, причем даже в то время, когда вы не тренировались на разработку и создание техники ментального куба старик потратил многие годы, вот только, как оказалось, большинство обычных экспертов не смогут его использовать, так как им не хватит ментальной энергии. Естественно, что для Джао и для его девушек подобное не являлось такой уж проблемой. Из-за их длительного употребления особого сорта чая их ментальные способности достигли весьма приличного уровня, именно поэтому члены клана Будда могли себе позволить создать ментальный куб. Впрочем, все это был лишь первый шаг. После создания ментального куба ваша главная задача заключалась в увеличении количества ментальных частиц. Чем больше ваш ментальный куб, тем больше комбинаций вы сможете создать. Таким образом вам ничего не помешает использовать различные сочетания ментальных техник. Когда старик находился на пике своей физической формы, он являлся практически неуязвимым, однако теперь все перевернулось ног на голову. Стоит ему перенапрячься, и он может умереть. Тем не менее, даже сейчас на всем поле битвы ваньцзе лишь только Чжа мог хоть как-то противостоять узнику сердца. Когда девушки услышали предложение Чжа, то улыбнулись и согласились, так они не стали принимать все это слишком близко к сердцу. По их мнению, будет более чем достаточно, если они просто продолжат поддерживать своего возлюбленного. Чжа же взглянул на них и покачал головой, а потом горько улыбнулся. После этого он вышел на улицу и сел под огромным деревом. Как только это произошло, глава клана Будда почувствовал, как в его тело вливается мощная энергия. Чжа знал, что это происходит потому, что духовные корни под деревом постоянно увеличиваются в размерах, и соответственно концентрация духовной ци в пространственной ферме все возрастает и возрастает. Чжа спокойно сидел и медленно настраивая свою ментальную энергию, чтобы использовать ее по максимуму. Наконец, когда он практически полностью успокоился, то начал медленно собирать ментальную энергию. И вот маленький злодей у него внутри начал сверкать, а затем в его животе появился золотой свет. Более того, уже через мгновение волосы этого создания засверкали звездным светом. Наконец, вспыхнул яркий свет, и через мгновение все успокоилось. Злодей все еще сидел на том же месте, но его волосы значительно выросли, а над его головой появился ментальный куб. Правда очень маленький, его грани постоянно вращались и распространяли вокруг невероятно глубокое спокойствие космоса. Джоа медленно открыл глаза. Теперь в его взоре можно было заметить нечто очень глубокое. Более того, в самом зрачке, если присмотреться, то можно было заметить ментальный куб. Джоа вздохнул и пробормотал. Я действительно не ожидал, что этот куб окажется настолько полезным. Причина из-за которой глава клана Будда произнес эти слова заключается в том, что он обнаружил, что на гранях его ментального куба расположились те самые 18 техник монахов. Более того, Джоа также обнаружил, что если он хочет использовать ту или иную колдовскую технику, грани куба поворачиваются так или иначе. Таким образом, благодаря всему этому силы главы клана Будда значительно возросли. Иными словами, ментальный куб в самом деле оказался невероятно полезен. Глава 1616 Предательство. Джоа медленно встал и усмехнулся. Оказывается, эта вещь не так уж сложна в использовании. Похоже, что он настраивается совершенно автоматически. После этих слов глава клана Будда вернулся в пространственную виллу. Девушки не сопровождали его, так как были совершенно уверены, что с их возлюбленным будет все в порядке. Впрочем, подобная уверенность была основа не на возможностях самого Джоа. Просто до этого момента все ментальные техники, предоставленные стариком, прошли через универсальную машину и поэтому никак не могли угрожать здоровью главы клана Будда. Именно поэтому никто из девушек и не волновался. Как только Джоа вошел в комнату, то увидел, что девушки внимательно наблюдают за главным лагерем пкачей. Как только Джоа вошел в комнату, Мэг сразу уже поприветствовала его, а потом принесла чашку с чаем. Тем временем глава клана Будда посмотрел на экран и обнаружил, что сейчас он показывает конференц-зал. В нем находилось огромное количество старших мастеров, но все они молчали. Джоа озадаченно посмотрел на экран и спросил, что происходит, зачем собрались все эти парни. Они что молятся, почему все эти ничего подобного, просто они не знают, что сказать. Только что эти парни услышали, что царство хаоса и царство монахов отказались отправить им на помощь свои силы. Более того, их вассальные миры, то и дело сбегают к колдунам или мастерам меча. Кстати говоря, последние также прорвали линию обороны и уже продвигаются вперед. Сейчас же патриарх Ткачей спросил старших мастеров, что же им делать в подобной ситуации, однако так и не получил какого-либо ответа. Как только Джа услышал эти слова, то слегка улыбнулся. Кажется, что судьба Ткачей в самом деле уже предрешена. Так что если они не хотят еще больше усугубить свое положение, им стоит попросту покинуть поле битвы ваньцзи. Тем временем один из старших мастеров сокровища те, несмотря на весьма плачевное положение, стояли до последнего и, как результат, победили. Так давайте же поступим точно так же. Вот только стоило ему произнести эти слова, как все присутствующие посмотрели на него с весьма недружелюбным видом. Очевидно, ткачи не очень любили говорить о заслугах мира сокровищ. Однако, похоже, что этому человеку было совершенно все равно. Он посмотрел на толпу и произнес «Мы все еще очень сильны, да, нас покинули маленькие миры, но мощь нашего пространства все еще огромна. Думаю, что нам удастся продержаться до того момента, как царство хаоса и царство монахов изменит свое решение. Услышав это, другой старейшина лишь засмеялся. То, что ты сказал, лишено всякого смысла. У нас совершенно разные ситуации. Во-первых, мир сокровищ изначально собрал все свои силы в одном месте. Во-вторых, мы являемся врагами для всех пространств хаотической войны, поэтому миру сокровищ оставалось лишь продержаться достаточно долго. В нашей же ситуации все совершенно иначе. Боюсь, что остальные царства уже разделили наши земли, и поэтому никто не придет нам на помощь. Когда он сказал это, многие из ткачей кивнули и согласились с ним, а еще один старейшина добавил, более того, когда мы в свое время атаковали мир сокровищ, то не выкладывались на полную. С другой же стороны, царство хаоса и царство меча сделали все возможные, именно поэтому мы не сможем их остановить. Услышав это, еще больше старших мастеров кивнуло, но первый старейшина внезапно громко заявил, так ты хочешь просто сбежать, бросим поле битвы и уйдем словно трусы? На что второй старейшина ответил, кто, по-твоему, трус, мы что, не должны в первую очередь думать о своем народе? Какова ситуация сейчас, скольких мы потеряли в этих двух войнах? Более того, что произойдет, если погибнет слишком много старших мастеров, никто не хочет уходить, но у нас попросту нет иного выхода. Однако первый старейшина встал и закричал, это не тот путь, который я могу допустить. Качи никогда не бежали с поля боя. В то время как обе стороны продолжали ссориться, патриарх Ткачей сидел с закрытыми глазами и ничего не говорил. Однако через некоторое время он тяжело вздохнул и произнес всем немедленно замолчать, как вы себя ведете. Разве подобные споры достойны старших мастеров? Когда все услышали эти слова, то тут же прекратили кричать, а затем посмотрели друг на друга. Джужун взглянул на толпу, а потом произнес на нас напали три больших мира. Они прекрасно взаимодействуют и уже сумели нанести весьма огромный урон, мы же явно не в состоянии их остановить. Поэтому будет лучше, если наше отступление состоится как можно раньше, так мы хотя бы сумеем сохранить своих экспертов. После этих слов некоторые старейшины тут же начали кивать головами, в то время как другие разозлились. Тем не менее, Джужун взглянул на них и сказал, но с другой стороны, мы не можем позволить себе уйти, не хлопнув дверью. Поэтому давайте соберем весь доступный нам порох под главным лагерем, после этого основные силы вернутся в наш мир. Однако мы оставим часть экспертов, чтобы они оказали яростное сопротивление захватчикам. Эти люди должны дать всем понять, что мы готовы стоять до самого конца, но как только наши враги захватят главный лагерь, выжившие эксперты запустят самоуничтожение, а затем уйдут через транспортный массив. Безусловно, после подобного ни один из трех врагов не сможет оправиться за короткое время, и они все окажутся в весьма тяжелом положении. Как только недовольные старейшины услышали эти слова, то тут же закричали, да, патриарх, мы потом холодным голосом сказал, тогда давайте постараемся, чтобы наши враги помнили эту битву еще очень долгие годы. В это же время Джао чувствовал, как холодный пот стекает по его спине. Честно говоря, он совершенно не ожидал, что Джужун предложит что-то настолько безжалостное действие. Безусловно, если бы он не услышал все это, то потери мира сокровищ могли оказаться просто грандиозными, Лаура же посмотрела на своего возлюбленного и сказала, брат Джао, неужели ткачей в самом деле поступит подобным образом, но что же тогда делать нам? Может стоит уведомить старейшину Муя? На что глава клана Будда ответил, да, мне стоит это сделать. Вот только ума не приложу, как мне объяснить, откуда мне известен план ткачей, впрочем, сейчас это не Джао вышел из пространственной фермы, он немедленно отправился в каюту Муя. Прошло уже несколько часов с тех пор, как глава клана покинул борт Плутона. Так что за это время эксперты уже успели отдохнуть, когда Джао подошел к каюте Муя, то весьма громко сказал, старейшина, прошу простить меня за беспокойство, но нам нужно обсудить весьма важный вопрос. Услышав эти слова, Муя немедленно ответил, а это ты, Джао? Хорошо, можешь войти. Глава клана Будо не стал страдать излишней вежливостью и тут же открыл двери. Каюты Плутона были созданы таким образом, чтобы звук мог в них проникать, но не выходить наружу. Поэтому никто ничего не мог подслушать, естественно, если этого не захочет сам хозяин комнаты. Когда Джао вошел в каюту, то поприветствовал Муя, а потом произнес старейшина, я сумел выяснить кое-что действительно важное. Муя же кивнул и сказал, хорошо, тогда отброс излишнюю вежливость и рассказывай. Итак, что же ты выяснил? Джао в свою очередь прошептал, ткачи хотят сбежать. Услышав это, Муя тут же встал, но потом уточнил. Это достоверная информация? Джао же кивнул и сказал, абсолютно. После того, как ткачи обнаружили, что хаосы монахи не станут отправлять им войска, эти парни решили отступить. Но многие настаивали, что стоит сражаться дальше, поэтому ткачи хотят перенести весь порох в свой главный лагерь и подорвать его в тот момент, когда наши войска попытаются захватить их главную базу. Естественно, что при этом наши потери окажутся невероятно огромными. Когда Муя услышал эти слова, то оказался ошарашен, его лицо не могло не скиснуть, а потом старейшина произнес, неужели они действительно пойдут на подобное? Черт, нам определенно необходимо предупредить как мастеров меча, так и колдунов. После этого Муя уже хотел выйти из каюты, но обнаружил, что Джао стал прямо в проходе. Младший, что случилось? Тебе известно еще что-то? Джао же взглянул на Муя и сказал глубоким голосом, старейшина, я думаю, что будет лучше не рассказывать об этом нашим союзникам. Услышав подобное, Муя застыл, но когда посмотрел на выражение лица Джао, то все сразу же понял и не мог не застонать. Все верно, без этого взрыва мы не сможем сказать, что понесли весьма существенные потери, и план поглощения земель хаотической войны может провалиться, но ведь мы не можем попросту взять и отказаться идти в главный лагерь ткачей. Глава 1617 Взрыв Джао же посмотрел на Муя и не мог не улыбнуться. Конечно же нам необходимо отправиться в главный лагерь ткачей, но при этом никто не должен покидать огромные артефакты. Если наши эксперты останутся в артефактах, то все будет хорошо и мы не понесем весьма серьезных проблем. Услышав это, Муя нахмурился и начал ходить кругами, однако в какой-то момент он остановился и сказал «Этот метод действительно хорош, но боюсь, что никто не поверит, что мы и в самом деле понесли существенные потери». Услышав подобное, Джао слегка улыбнулся, а потом произнес «Мы можем спрятать несколько артефактов за пределами главного лагеря ткачей. Когда же наши враги подорвут базу, наши люди после этого мне останется лишь создать видимость серьезных повреждений, более того, для куда большей правдоподобности мы можем оставить на кораблях некоторое количество нежити, и так, что вы об этом думаете?» Муя открыл глаза и сказал «Хорошо, давай так и поступим». Сразу же после этого он вынул нефритовый клинок и принялся писать сообщение. Сделав это, он тут же выпустил его, затем, через некоторое время старейшины мира сокровищ начали собираться в каюте Муя. Муя совершенно не переживал, что эти люди могут рассказать придуманный ими план. На этот раз в этой военной кампании участвовали лишь самые преданные и верные эксперты, поэтому ни один из них не станет предателем. После того, как Муя закончил говорить, все взгляды сосредоточились исключительно на нем. Люди мира сокровищ прекрасно понимали, что если колдуны заподозрят их в предательстве или обмане, то тут же попытаются уничтожить. После того, как Муя закончил говорить, он посмотрел на всех собравшихся и произнес «именно таким будет наш план. Как только доберетесь до своих кораблей, то расскажите о нем своим подчиненным. Их самая главная задача это вовремя покинуть главный лагерь ткачей и перенестись за его пределы. Пусть сначала спрячутся там, а потом потихоньку вернутся в наши земли». Глава клана Будо не мог сразу же отправить всех экспертов мира сокровищ в их главный лагерь. Все дело в том, что чем больше расстояние, тем ярче вспышка транспортного массива. Иными словами, их могут заметить, если бы речь шла о транспортных массивах, то в этом нет ничего плохого. Тем не менее, если внезапно начнут ярко сверкать огромные корабли, то у колдунов определенно могут возникнуть некоторые вопросы, на которые мир сокровищ не сможет дать правильных ответов. Более того, не следует забывать, что узник сердца специализировался на ментальных техниках, и поэтому весьма остро чувствовал энергетические колебания. Так что он наверняка заметит, что происходит что-то действительно странное. Исходя из этих двух причин, было принято решение покинуть земли ткачей за несколько прыжков вместо того, чтобы сразу отправиться в главный лагерь мира сокровищ. После того, как все ушли, Муя посмотрел на Джа и сказал, младший, думаю, что после этого инцидента тебе придется остаться в царстве колдунов. Боюсь, что узник сердца не отпустит тебя обратно. Иными словами, тебе следует вести себя очень осторожно. Джа же ответил, старейшина, пожалуйста, будьте уверены, все будет хорошо. Муя в свою очередь кивнул и сказал, хорошо, тогда можешь идти и готовиться. На этот раз мы не можем позволить себе совершить ошибку. В противном же случае наши потери окажутся уж слишком огромными. Джа же кивнул и сказал, пожалуйста, будьте уверены, я все прекрасно понимаю, как только наши люди покинут главный лагерь ткачей, их артефакты очень сильно уменьшатся и после этого уже никто не сможет что-либо заметить. Услышав это, мутянь кивнул, а потом махнул рукой. Джа же поклонился и ушел. Если царство колдунов и царство меча действительно понесут огромные потери, то мир сокровищ лишь выиграет от этого. Так что сейчас Джа и в самом деле стоит хорошо подготовиться. Глава клана Будда и люди мира сокровищ начали тайно готовиться. Разумеется они делали это так, чтобы колдуны ни о чем не догадались. Впрочем, в какой-то момент Джа внезапно почувствовал, что на Плутон прибыл узник сердца. Когда глава клана Будда пришел в каюту, где находился старик, то встал перед дверью и сказал «Прошу возможности повидаться с наставником». Как только старик услышал эти слова, то тут же сказал «Проходи». Как только Джа открыл двери, то увидел, что старик сидел на изменяющемся облаке. Когда он увидел главу клана Будда, то его глаза вспыхнули, а затем он с легким удивлением сказал «О, ты уже сумел создать ментальный куб? Кажется, что твоя ментальная сила и так довольно огромна». Джа в свою очередь поклонился и сказал «Наставник, еще будучи в Нижнем мире, я попал в весьма уникальное место, где мне приходилось постоянно пользоваться своими ментальными силами, именно поэтому мои способности намного выше, чем у обычных экспертов». Старик, услышав это, кивнул «Он прекрасно знал, что Джа не являлся уроженцем мира сокровищ, более того, он даже не вознесся в него. Его ученик являлся человеком небольшого пространства, которым сейчас управлял мир сокровищ». Тем временем старик произнес «Поскольку ты сумел создать ментальный куб, то у тебя определенно должны были появиться определенные вопросы». Джа же кивнул головой и сказал «Да, я до сих пор не понимаю, как именно нужно усиливать объекты, что контролируются ментальной энергией. Пожалуйста, направьте меня». Старик в свою очередь кивнул и сказал «Хорошо, тогда давай обсудим эту проблему». Естественно, глава клана Будда уже получил все ответы на интересующие его вопросы от универсальной машины. Тем не менее, если бы он не озвучил некоторые проблемы, то у старика могли возникнуть определенные подозрения. Более того, глава клана Будда не совсем понимал, зачем старик взял его в ученики. Какова его конечная цель, именно поэтому Джа не спешил демонстрировать все свои силы. Тем временем старик начал весьма терпеливо отвечать на все заданные вопросы. Честно говоря, он испытывал полное удовлетворение. Его ученик был таким, как ему требовалось. Что же касается Джа, то он сумел подтвердить, что все ответы старика совпадали с тем, что сообщила ему универсальная машина. Естественно, что Джа не стал останавливаться на одном вопросе и задал еще несколько дополнительных. Однако и на них он получил совершенно правильные ответы. Вот только в какой-то момент из двери донесся голос Муя, старейшина, младший Джа у вас? Прошу меня простить, но нам нужно идти. Как только Джа услышал эти слова, то сразу уже встал и поклонился. Наставник, с вашего позволения, я уйду первым. Старик же махнул рукой и сказал, хорошо, можешь идти, но уделяй большое значение собственной безопасности. Услышав это, Джа кивнул и ушел. Старик в свою очередь, глядя ему вслед, пробормотал, я не ожидал, что все произойдет так быстро. Сказав это, он закрыл глаза. Как только Джа вышел из каюты, то увидел, что Муя так и остался ждать его. Тот в свою очередь посмотрел на главу клана Будда и сказал, пойдем, Хакинс велел начинать. Джа кивнул и последовал за старейшиной. Муя в свою очередь отправился на нос Плутона. После этого они вдвоем приказали всему флоту лететь к главному лагерю ткачей. Поскольку последние уже практически покинули поле битвы в Антзе, их вассальные миры не оказывали какого-либо сопротивления. Тем не менее, флот летел вперед довольно медленно, все-таки Хакинс ничего не знал о планах их врагов. Таким образом, Джа потребовалось целых три дня, чтобы добраться до главного лагеря ткачей. Последние не стали отключать свой главный защитный массив, и поэтому никто не мог сказать, что же происходило внутри. Впрочем, силы альянса не стали атаковать, так как должны были дождаться мастеров меча. Хотя Хакинс являлся весьма воинственным человеком, даже он прекрасно понимал, что на этот раз именно два царства посылали свои войска. Так что если колдуны начнут атаку, а ткачи окажут существенное сопротивление, то все может закончиться огромными потерями. Да, их враги уже могли сбежать, но в этом случае мастера меча попросту обвинят их в воровстве. Так что Хакинс предпочел дождаться появления их союзников. А вот Джао все это совершенно не волновало, естественно, он никуда не спешил. Наблюдая за ситуацией в главном лагере ткачей, глава клана Будо делал последнее приготовление. Так несколько небольших судов разместились в укромном месте, на значительном расстоянии от их текущего местоположения. Тем не менее, в тот момент, как Джао маскировал корабли, он внезапно почувствовал, что узник сердца вышел из своей комнаты. Естественно, глава клана Будо немедленно покинул пространственную ферму и тут же поспешил поприветствовать старика. Я рад увидеть наставника. Тот же в свою очередь кивнул и сказал, значит мы уже добрались до главного лагеря ткачей. Хакинс, ты поступил правильно, когда не стал атаковать. Услышав подобное, колдун даже немного смутился, но все же поклонился старику и сказал, старейшина, благодарю за похвалу. Старик же тихо засмеялся, а потом ответил, давайте просто подождем мастеров меча и лишь затем начнем действовать вместе. Как только он сказал эти слова, все корабли флотили и попросту замерли на месте. В это время вдалеке появилось нечто похожее на самый настоящий метеоритный дождь. Глава 1618 Шок Когда же странные огни приблизились, то все заметили, что это группа людей. Джа же, увидев их, на миг подумал, что вернулся в царство бессмертных. Все эти люди выглядели как типичные культиваторы и летели вперед, стоя на огромных сверкающих клинках. Тем временем один из лидеров мастеров клинка приблизился к Плутону. Его белые волосы были стянуты серебряной на узника сердца и глубоким голосом сказал, «Я не ожидал увидеть здесь столь дряхлого старика. Неужели мой брат решил лично возглавить войска?» Услышав эти слова, узник сердца улыбнулся и ответил, «Я не ожидал, что увижу здесь своего брата Цзяньфына. Но почему так медленно? Зачем же так сильно опаздывать? Ладно, брат, вы должно быть устали, так что приземляйтесь». Цзяньфын не стал играть в излишнюю вежливость, поэтому сложил кулаки и сказал, «Тогда прошу простить меня за беспокойство». После этих слов он махнул рукой, а затем люди позади него приземлились и начали разбивать лагерь. Культиваторам также нужно отдыхать, поэтому, когда они отправляются в какое-то место, то либо создают лагерь, либо выкапывают пещеру. Тут все зависело от количества людей. После того, как Цзяньфын приземлился на палубу Плутона, узник сердца пригласил его в свою каюту. Разумеется, что Муя и Хакинз отправились вместе с ними. Джа же не обладал достаточным статусом, чтобы участвовать в подобных встречах, когда все разместились. Цзяньфын посмотрел на старика, а затем усмехнулся и произнес, «Брат, это облако и в самом деле нечто удивительное». Узник сердца в свою очередь слегка улыбнулся и ответил, «Это не мое, их предоставил мир сокровищ. Кстати говоря, брат Цзяньфын, позволь представить тебе старейшину мира сокровищ, Муя». Естественно, последний не посмел пренебрить старейшиной царства меча, поэтому немедленно поклонился и сказал, «Муя рад встрече со старейшиной Цзяньфынем». Мастер клинка посмотрел на Муя и кивнул, «Хорошо, но не стоит быть таким вежливым». «Я также поддерживал весьма неплохие отношения с твоим наставником, садись». «Насколько я слышал, в последнее время мир сокровищ совершил весьма мощный рывок и сейчас стремительно развивается», на что Муя, слегка улыбнувшись, ответил, «К счастью, все действительно так, но мы все еще очень сильно уступаем как царству колдунов, так и царству меча». Услышав это, или понравился Муя, этот человек вел себя тихо, но непринужденно, более того, оставался совершенно спокойным. Тем временем старик слегка улыбнулся и сказал, «Брат Цзяньфын, а это старейшина моего мира, Хакинс». Колдун в свою очередь также встал и поклонился, «Я рад видеть старейшину Цзяньфына». Мастер клинка услышав подобное слегка улыбнулся, «Мне тоже весьма приятно встретить столь мощного и сильного человека». Безусловно, в царстве колдунов полно талантливых людей. Хакинс же поспешно ответил, «Благодарю за похвалу». Старик тем временем улыбнулся и сказал, «Хорошо, давайте оставим все эти любезности и поговорим о ткачах». Последние прекрасно понимают, что уже мертвы, и скорее всего попросту сбежали». Цзяньфын также кивнул головой и сказал, «Да, на месте ткачей силой они никак не смогут противостоять нашим армиям, однако ткачи весьма мстительны и вполне могут продолжить сражаться». Старик кивнул головой, а затем добавил, «Думаю, что завтра мы сначала кого-то отправим, чтобы проверить, и лишь потом перейдем в наступление. Если ткачи окажут мощное сопротивление, мы начнем полномасштабную атаку. Если же эти парни сбежали, то нам и вовсе не стоит волноваться». Цзяньфын также кивнул и сказал, «Хорошо, тогда давайте отправим 10 000 человек от каждого царства. Брат, что ты на это скажешь?» Услышав подобное, узник сердца кивнул и ответил, «Хорошо, Муя, на этот раз мир сокровищ не будет участвовать в пробной атаке. Вы и так понесли серьезные потери, поэтому не стоит их увеличивать, ты же понимаешь, к чему я веду». Разумеется, Муя не стал возражать, «Как вам будет угодно». Безусловно, он прекрасно понимал, что старику совершенно плевать на потери мира сокровищ, просто в его понимании главный лагерь ткачей это огромный сундук с сокровищами и их лучше делить на двоих, а не на троих. Естественно, ткачи унесут в свой мир все самые ценные. Тем не менее, далеко не все вещи можно переправить через транспортный массив, и поэтому тот, кто первым захватит главный лагерь и в самом деле заполучит множество ценных вещей, безусловно, раньше ему я разозлился бы. Ведь, по сути, царство колдунов и царство меча отказывали им в получении вполне заслуженных трофеев, тем самым демонстрируя, что мир сокровищ еще недостаточно силен, чтобы разговаривать с ними на равных. Вот только сейчас он прекрасно понимал, что ничего хорошего в главном лагере ткачей нет, там можно найти лишь весьма опасный подарок. После этого старейшины обсудили еще некоторые детали, и мастер меча ушел. Когда он покинул каюту, старик вздохнул и, посмотрев на Муя, сказал, младший, надеюсь, что ты на меня не злишься. У нас попросту нет иного пути. Если бы я позволил улыбнулся, старейшина, будьте уверены, я действительно не сержусь. Услышав это, старик кивнул и сказал, хорошо, тогда можешь идти отдыхать, если завтра все пойдет хорошо, тогда наш план окажется успешным. Муя тут же встал и поклонился старику, а потом развернулся и ушел. Однако, вернувшись к себе, немедленно вызвал Джаа. Когда Джаа и Муя пришли в каюту Муя, то увидели улыбающегося старейшину, разумеется, они оба озадаченно посмотрели на него. Муя посмотрел на Джаа, а затем сказал, младший, похоже, наш план немного изменился, так тебе и вовсе не придется что-либо сделать. Конечно же Джаа прекрасно понимал, что именно произошло, ведь он прекрасно слышал все, что сказал старик, тем не менее, сейчас просто не мог не спросить старейшина, что вы имеете в виду. Что-то не так. Муя же покачал головой и сказал, нет, все в порядке. Просто завтра наши союзники используют 20.000 экспертов, чтобы атаковать главный лагерь ткачей, вот только там практически не осталось людей и естественно, что они не смогут выстоять против подобной армии. Иными словами, у нас нет возможности войти в главный лагерь. Разумеется, это значит, что никаких потерь не будет. Ну, а для царства колунов и царства меча 20.000 это не так уж много. Вот только на самом деле все было слегка иначе. Нет, муя не лгал, и для двух огромных царств 20.000 это действительно мелочь, однако, что же это будут за люди? Разумеется, что, стараясь отхватить как можно больший кусок, оба царства пошлют лучших из лучших. Таким образом, когда ткачи взорвут свой лагерь, союзники мира сокровищ лишатся своей элиты, безусловно, подобное не может не стать весьма жестким ударом, как минимум по их гордости. Муя же почувствовал, что он уж как-то слишком рано начал праздновать, и поэтому глубоким голосом сказал, вы двое должны сообщить всем об изменениях в плане. А как только все это закончится, мы вернемся обратно в мир сокровищ, хотя Тибиджа, возможно, придется совершенно спокойно ответил, не стоит так волноваться, со мной все будет в полном порядке. После этого Муя кивнул и махнул рукой, тем самым позволяя Джаас Муя уйти. Разумеется, что как только эти двое покинули каюту, то тут же принялись предупреждать экспертов мира сокровищ об изменениях в плане. На следующий день царство мечей и царство колдунов организовало армию из 20.000 экспертов, а затем отправило ее прямиком в главный лагерь ткачей. Как и подозревал Муя, эти силы состояли в основном из мастеров клинка и колдунов. Впрочем, лишь изредка можно было заметить экспертов из некоторых вассальных миров. Муя и Джаас спокойно смотрели на главный лагерь ткачей. Сейчас они желали, чтобы взрыв произошел как можно раньше. И стоит отметить, что ткачи не позволили им ждать. Так всего лишь через час все услышали невероятно громкий шум, исходящий из главного лагеря, а затем произошло самое настоящее извержение. Красный огненный столб взмыл в небо прямо из главной базы ткачей, а вся горная линия обороны лопнула, словно мыльный пузырь. Более того, мощнейшая ударная волна воздуха отбросила флот мира сокровищ как минимум на одну милю. Когда же все посмотрели в сторону главного лагеря ткачей, то увидели лишь огромное облако пыли. Последнее разлетелось во все стороны, так что со временем стало довольно сложно дышать. Естественно, что эксперты тут же воспользовались своими ментальными силами. Как оказалось, главный лагерь ткачей исчез, а на его месте была лишь огромная воронка. Разумеется, что после подобного взрыва от войск Альянса не осталось даже трупов, все смотрели на воронку и не верили в случившееся. Даже Чжа и Муя оказались невероятно шокированы. Да, они знали о взрыве, но даже представить себе не могли, что он может оказаться настолько мощным. Глава клана Будда был совершенно уверен, что окажись его магические инструменты прямо над главным лагерем, и их потери действительно могли оказаться просто невероятными. Ведь этот взрыв не только отбросил огромные магические артефакты на целую милю, он еще и снес их щиты. А ведь они все находились довольно далеко от главного лагеря ткачей. Глава 1619, война закончена, старик выглядел очень уродливым, глядя на ткач.